Друзья, приветствую вас на канале Школы Жизни. Меня зовут Юлия Седлецкая. Сегодня наша встреча посвящена теме, как раскрыть свой потенциал. Возможно, вы чувствуете хроническую усталость или дни вашей жизни похожи один на другой. Возможно, вы понимаете, что вы сами не даете себе двигаться в новое. Возможно, вы имеете вопросы, как мне раскрыть свой потенциал, но не понимаете, как это сделать. И вот если все это про вас, наш эфир будет вам очень полезен. Обо всем об этом я поговорю с нашими прекрасными мастерами, сексологами, людьми, которые глубоко погружены в тантру, в даоские практики, проживают ярко свою жизнь. Мне кажется, их потенциал раскрыт, если не на 100%, то 98,8 точно уже есть. Друзья, приветствую вас. Привет. Приветствую вас. Добрые радости. Анаэль Гор, Данил Серегин. Сегодня наш эфир продлится полтора-два часа. Я надеюсь, мы уложимся в это время. Несмотря на то, что у нас есть много, что передать вам, дорогие друзья. Также я вас приглашаю к сотворчеству. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Наши гости будут на них отвечать. Прошлый эфир, все те вопросы, которые вы задавали, Анаэль и Данил, они ответили на них. Есть уже видео-ответы. Потихонечку школы их публикуют в нашем инстаграме. Вы можете заходить и смотреть это, прослушивать. И это классный формат. Это очень развернутые ответы. Я думаю, что вы там тоже найдете для себя что-то полезное. Сегодня также, как и всегда, по нашей доброй традиции, мы проведем практику. Поэтому смотрите нас, не отключайтесь. Наверное, это все из вводных моментов. Давайте приступим к обсуждению. Ну, я думаю, кто у нас первый начнет. Давайте обсудим вообще, что такое потенциал. Почему мы об этом сегодня говорим. Для чего это? Зачем это? А можно еще? Всем привет. Давайте сделаем сегодняшний эфир интерактивным. То, что сказала Юля. Вовлечемся в этот процесс для того, чтобы каждый получил максимум из ценностей и пользы из этого эфира. И вот прямо сейчас под этим видео в чатик напишите свои вопросы, касающиеся реализации. То есть потенциал, реализация, возможность быть здоровым, быть в неком потоке, событийном, внутреннем, когда нам комфортно, когда мы живем и наслаждаемся жизнью. И большинство из того, что мы создаем, оно создается не из надусилий, а как раз таки из гармоничного взаимодействия с своей внутренней правдой, с другими людьми и в целом с пространством. Значит, всем вы знаете о том, что есть успешные люди, есть менее успешные люди, есть разные классы. И если мы хотим поменять нашу жизнь и переходить из класса в класс и социального, и жизненного, нам важно всем работать над собой. И работать над собой – это не только посмотреть какой-то контент, посмотреть какой-то эфир. Объясню почему. Я задавался этим вопросом уже множество лет, и, собственно, благодаря этому сначала я пошел в контексте отношений в практике и вообще изучать, как их можно улучшить, как их можно совершенствовать. И раскрытие потенциала – это путь длиной жизни. Потому что мы родились в определенной среде, у нас есть определенные родители, у нас есть определенные убеждения и программы, которые мы впитали благодаря нашему ближайшему окружению. Потом мы пошли в социум. И первое, что важно, что нужно понять, что далеко не всем выгодно, чтобы мы раскрыли максимально свой потенциал. Что такое потенциал лично для меня? Есть много интерпретаций. Это возможность создавать то, на что идет энергия, то, что вот хочется по-настоящему. Благодаря этому наполняться еще большим вдохновением, ресурсом, счастьем, получать за это материальные блага столько, сколько хочется и нести ту благость окружению и себе для того, чтобы была некая синергия. То есть быть в определенном состоянии, в определенном потоке, чтобы это еще заряжало и наполняло. И первое, напишите ваши вопросы по предназначению, по раскрытию потенциала в чат. Мы их обязательно к ним вернемся, потому что это ваше участие в этом процессе для того, чтобы вы получили максимальную пользу. Было бы очень интересно понимать, вот те, которые сейчас нас смотрят, на сегодняшний день, вы можете сказать, что я знаю свое предназначение, свои предназначения я, во множественном числе, я иду уже по ним, и мне нужен дополнительный источник энергии, дополнительный потенциал, чтобы более гармонично и эффективно двигаться по пути своих предназначений. Или те, которые нас сейчас смотрят, вы еще не знаете, вы еще это не нащупали, не открыли, вы еще в поисках, но внутри вас уже родился этот вопрос, а в чем же мои предназначения? Вот как бы нам сделать? Те, которые уже знают свое предназначение, допустим, поставьте единичку, а те, которые еще не знают свое предназначение, поставьте двоечку, и мы будем понимать, на какую аудиторию больше ориентироваться, потому что это очень разные информационные потоки. Поставьте единичка, уже знаю свои предназначения, и двоечка еще на пути раскрытия, своих предназначений. И потенциала. Сейчас, с чего мы начнем? С того, что основные индикаторы, когда вы двигаетесь согласно своим и своим заводским установкам тела, я хочу начать с того, что все мы абсолютно разные. У нас есть разные дары и таланты. Кому-то отдано танцевать, кому-то петь, кому-то рисовать, а кому-то заниматься психологией, телеской, кому-то быть инженером. Основная фишка в том, что с самого детства нас с кем-то постоянно сравнивали. Ну, вот такой вот был принцип старого времени обучения детей, мотивации детей для того, чтобы они становились лучше. Петя лучше танцует, Маша лучше поет, кто-то там лучше знает математику. И через это была такая вот сознательно-бессознательная блокировка. Родители, конечно, это делали не из невежества, а наоборот из любви, чтобы замотивировать, чтобы у ребенка появилась дополнительная мотивация и энергия на то, чтобы двигаться в этом направлении и углубляться в это состояние. Тогда не было много инструментов, которые помогают лучше понять и узнать, кто я, зачем я сюда пришел, в чем мои дары и таланты. И вот это первое. Основные индикаторы. Если вы живете, проживаете свою жизнь ежедневную, и вы чувствуете, что вот все складывается как бы само. Вот вы захотели там новую машину, например, или новый телефон, или новые отношения. И вот настолько сильно ваше намерение и ваше желание в чем-то углубиться, что-то развиться, что вселенная отвечает, когда мы идем в нашем направлении, в нашем потоке и реализуем свой потенциал, раскрываем свой потенциал. И это приходит как бы само собой не из напряжения, что я вот сейчас сгруппируюсь, вот буду вкалывать как проклятый, и у меня прям все получится. Это вот первый индикатор. Вот событийный поток, насколько все просто и легко реализуется в вашей жизни. Второе. Насколько вы гармоничны, способны выстраивать отношения с собой, с близкими, родными и с другими людьми. И если вы идете через сопротивление свое же внутреннее, идете как бы вот через, используя свои внутренние, вот именно физические силы для того, чтобы чего-то добиться, чаще всего много людей, которые шли по этому пути, они признавались в том, что это огромный энергопотенциал и здоровья, и психики, и энергетики на то, чтобы этого добиться. Но когда мы двигаемся из нашего ментала, и когда мы используем другие убеждения, привиты нам другими людьми, что я тоже этого хочу, люди добиваются по-настоящему больших высот, причем не все, у кого хватает вот этого потенциала для того, чтобы туда прийти. Они признаются о том, что удовольствие, ну, один-два дня, ну, вот человек купил новую машину, потому что сосед там новую машину купил. И в результате он на ней поездил, и все, и как бы удовольствия и радости от этого нет. И это основной индикатор, что я действительно по-настоящему это хочу, и мне это будет приносить радость и удовольствие, либо я хочу потому что. И этот путь, он деструктивный. То есть в какой-то момент мы не наполняемся вот этой вот радостью, то есть когда мы наполняемся, когда мы сознательно направляемся в высокий фокус внимания на то, что нас приносит нам положительные эмоции, приносит нам удовольствие, приносит нам вот не только внешнее, но и внутреннее вот это вот состояние, удовлетворение, счастье, удовлетворение. Можно такой вопрос? Я бы хотела, чтобы наши зрители правильно поняли твои слова, потому что ведь бывает удовлетворение, радость от того, что ты ничего не делаешь. Ну то есть тут надо вроде как бы немножко усилий приложить, ну да, но я ничего не делаю, и я вот знаешь, такая вот радостная, как это не путать? Слушай, смотри, все очень просто. Есть тоже основной критерий тантрический. В какой-то момент, если ты действительно сейчас твоему телу, твоему сознанию, твоей энергетике нужно отдохнуть и вот просто ничего не делать для того, чтобы переварить какой-то опыт, для того, чтобы исследовать, что происходит внутри, это будет из наполненности, из своего реализации предназначения, из потенциала до какого-то момента. В какой-то момент ты просто встанешь, у тебя родится, переварится то, что там нужно, процессы, которые происходят, они произойдут, вдохновение, и все. Ну то есть невозможно вечно лежать на диване и медитировать на умномо все само. Поэтому вот основной критерий того, что вы двигаетесь по своему пути, это вот такие вещи, которые я вам сказал. Второе. Мы живем сейчас в абсолютно другой и новой реальности. То есть реальность, она как бы перестраивается. Мы видим это в мире, мы сейчас перешли в новую эру и так далее и тому подобное. О чем это вообще все? О том, что из внешнего, когда мы занимаемся именно достигаторством каких-то вещей, из упорства, из применением силы для того, чтобы что-то у кого-то отобрать, чтобы у меня было больше, тогда у кого-то будет меньше. То есть мы переходим из внешних процессов больше на внутренние процессы. Это говорит и с 27-го года рождения Рейва, то, о чем мы говорили на прошлом вебинаре. То есть мир перестраивается под то, что мы уже в каком-то ближайшем будущем будем взаимодействовать и воплощать в жизнь вещи, которые нам действительно важны, цены и нужны, благодаря нашему внутреннему намерению. вот эта перестройка, она уже сейчас идет и мы уже в этом поезде, он уже идет и те, кто... Перестройка была тоже двойка, 92-й год. Ну, оно идет по спирали циклично, но сейчас мы как раз уже в этом поезде и мы уже в процессе перехода. И переход заключается в том, что мы из развернуть как бы наш фокус внимания и как раз таки раскрыть вот этот внутренний потенциал, свои дары и таланты. Про что я? Для чего я каждое утро просыпаюсь? Зачем я иду на работу или зачем я иду заниматься теми или иными вещами? Приносит ли оно мне удовольствие? И это показывается на физике. То есть, если это удовольствие мне не приносит, скорее всего, я не хочу туда идти, я себе перебарываю, это ударяет по здоровью, по самочувствию и в целом мы сами себя опустошаем. Это то есть, когда мы сонастроены и слышим и чувствуем себя, это невозможно, знаешь, что там кто-то пришел и говорит, слушай, вот ты вот про вот это вот. Там проводники нам помогают, но по-настоящему прочувствовать все то, что происходит внутри, углубиться туда и понять, а куда я иду, а зачем я иду, а почему я просыпаюсь каждое утро и то, чем я занимаюсь, насколько оно вот для меня вот развивающее, потому что мы можем делать что-то машинальное, а можем развиваться и расширять свои знания, расширять свою энергетику и идти путем пробуждения, ну если так можно как-то выразиться. То есть первое новое время. Время это переход из внешнего во внутренний и вот тут как раз чувствовать, слышать, прислушиваться, исследовать и только вот оттуда правда есть общая, ну вот мы тут сидим, у нас есть некая общая правда, но у каждого она своя, по-настоящему, я хочу это делать, я не хочу это делать, а что для меня благостно. И это внутренний диалог, внутренние процессы сами с собой и только изнутри слышать, чувствуя, понимая себя, мы можем как раз таки выставлять вот эти вот индикаторы, которые нас наполняют. Чем больше у нас в жизни мы идем нашим путем, тем больше у нас энергии, тем больше у нас сил, и тем больше нам сил дается. Но это это через самоисследование и вот внутренние процессы. Успешные люди, когда мы себя тоже сравним, ну вот там у кого-то больше денег, кто-то больше реализовался, кто-то где-то там еще, мы должны четко для себя понять про переходе от внешнего внутренней, что когда мы будем смотреть и брать как индикатор этого человека, что у него все получилось, у меня тоже получится, и сейчас я поднапрягусь, вот из себя все выдавлю и туда пойду. книга семь эффективных шагов, семь шагов успешных людей, бестселлер, много миллионов было продано, но немного миллионов стали миллионами. Основная уровень, то есть если мы посмотрим на успешных людей, кто такие вообще успешные люди? Вот лично для вас тоже можете написать в комментариях. Успешные люди, они стали успешными, потому что в какой-то момент им удалось заглянуть внутрь себя, найти по-настоящему, перепрошить и вот где-то сломать вот эти вот старые установки, концепции, которые их ограничивали и найти свой путь. И как только вот почитайте биографии многих успешных людей, если вам интересно, у них есть некий вот такой вот щелчок, когда они что-то понимали, но это все проходило изнутри. Мне надо вложить вот деньги в крипту, например, вот она скоро будет расти. Да, кто-то об этом говорил, но это событийный поток, то есть они как бы давали как бы маркеры, да, что вот там, вот там, вот там, но этих вариантов реализации и потенциала, их огромное множество. Но вот рассознать и опознать, где именно мне надо быть, куда мне пойти, с какими людьми встретиться, ваше окружение, ваш уровень мышления. И успешные люди, они просто в один момент, которых поддерживал и мотивировали, они меняли свою жизнь, они меняли свой уклад, они меняли свое мышление. И все начинается с наших внутренних процессов. Я действительно, по-настоящему, мне это все надоело, я хочу что-то поменять. Как я это могу поменять? Я начинаю интересоваться какой-то информацией. Одна информация мне откликается, другая информация мне не откликается. Если я буду читать все подряд, жизни не хватит. Если я буду ездить по всем мастерам всей планеты Земля, времени не хватит. То есть у меня на пути моего выстраивания каких-то моих внутренних маркеров, я не могу сказать, что я их все выстроил. Но по крайней мере, я сейчас нахожусь, я на этом пути уже 20 лет. И благодаря пробам, ошибкам разным людям, которые давали какие-то советы, я их применял, они не работали, я их откидывал, ехал к новому. И у меня это все, вот эта вот катавасия заняла приблизительно там лет 13, наверное. И после этого я уже нашел какой-то, распознал, что действительно мне нравится. И это оказалось на самом деле мое хобби. То, чем я начал заниматься и то, что я исследовал всю свою жизнь. Но я никогда... Сексологию? Отношения, отношения сексуальности, как это выстроить, как это сбалансировать. Потому что я видел, что я начал встречаться с девочкой, нам было по 14. Это первое отношение, первый секс. И потом я чувствовал, что потенциал намного больше. Причем какие-то... Ну вот пристройка, какие-то вот складывания вот этих вот пазельков. Где-то мы наоборот, двое темпераметров харизматичных людей, мы в какой-то момент начали разрушать друг друга просто вот этим состоянием, эмоциями, сталкиванием, лбалбами. Поэтому я это для себя исследовал, но что я буду сексологом, я вот, если честно, у меня другие... У меня были бизнесы, я занимался как бы другими вещами, но потом, с прошествием времени, почему это схлопнулось? Потому что я долгое время тянул у меня большая сила воли. Я это все тянул, и мне было интересно, но глубинного удовлетворения то, чем я занимаюсь, я не получал. Что-то получается, потом я такой расстраиваюсь, внутри я чувствовал, что что-то не то. И спустя вот этот огромный период времени, 20 лет, точнее 13 лет, я уже у меня выстроилась, ага, я иду туда, я действительно... То есть, если у меня свободное время, я начинаю читать какие-то книги в этом направлении, я начинаю изучать, я начинаю... Мастеров, которых я подбирал, они тоже были в контексте так или иначе энергопрактик, потом это переросло, начало называться тантрой, это управление своим мышлением, своим сознанием, это и психолог, ну, в общем, вот весь этот набор. И найти внутри себя, происследовать свой внутренний мир, и важно включить, то есть, если вы просто поисследуете, вы посмотрите этот вебинар, напишите, сколько вебинаров вы и материалов, книг прочитали за всю свою жизнь, и напишите, то есть, если мы посмотрели тысячу вебинаров, например, то наша жизнь должна быть просто в космосе, мы должны... В тысячу раз лучше. В тысячу раз лучше, ни в чем не нуждаться, и всегда быть в радости, в удовольствии, в счастье. Но это в линейном измерении, а я в куантовом. Можно я внесу? Пока тебя слушала, ты знаешь, у меня такая картинка появилась, что чем нынешнее время волшебное такое, что люди посидели, например, даже в карантине, и никогда не было у людей такой возможности сесть, ну, как бы, тебя не выпускают даже на улицу, да, и сидеть самим с собой, как это, в одиночном ретрите, или еще лучше, со всей своей семьей, с кошкой, собакой, с тещей. И люди, видимо, правда осознали, многие, ну, у меня многие знакомые так говорили, что, кто я вообще ни этого всего не выбирал, я ни этого вообще всего не хочу, и это вообще не моя жизнь, как будто, ребят, типа, это вообще, я вообще про другое. И многие выходили из карантинов, с множественных, с ощущением, что, господи, спасибо тебе за это. Но, опять же, они такие, типа, ну, я понял, что я не хочу, а что же я хочу, да, вот. Вот. И карантин, по сути дела, показал, насколько мы по своей природе, вот, современное человечество, бежим и не хотим заглядывать внутрь, и не хотим следовать своей внутренней правде. Те люди, которые сидели на карантине, и у них было все хорошо, кто-то подсуетился, купил частный дом, например, и уехал, у него достаточно земли, у него достаточно пространства, у него достаточно для того, чтобы компенсировать и сбалансировать вот эти все процессы. У кого-то этой возможности не было. С одной стороны, мы это не выбирали, но с другой стороны, мы выбирали те состояния... Это что сейчас за снятие ответственности? Есть вещи, на которые мы влияем. Мы все выбирали. Мы все... Осознанно или неосознанно, это другой вопрос. Да. Потому что это время показало о том, насколько мы в балансе и в гармонии с собой и с нашими близкими и родными. Если там есть много точек преткновения, я это не выбирал, то как я могу сделать так, чтобы моя жизнь поменялась в лучшую сторону в ближайшее время? Ну, отсюда никак. Отсюда никак. Мы состоим из нескольких компонентов. Это наша энергия энергетика. Второе. Это наш стиль и образ мышления. Куда направлены наши мысли и насколько конструктивны, насколько конструктивна я мыслью для того, чтобы это пришло в мою жизнь. И общая сонастройка с каким-то то, для чего я сюда пришел. То есть, вот эти три компонента это то, о чем будет наш ближайший курс раскрытия потенциала. Без сонастройки этих трех компонентов, имея энергию и не понимая, куда бежать, куда девать эту энергию, мы будем втыкаться лбом в какие-то преграды, потому что нас всегда жизнь, она нам показывает, она нас корректирует, пытается нас оберечь, подстелить подушку. Но не всегда мы эту подушку распознаем, не всегда мы ее видим и и образ мышления и если проанализировать, возвращаясь к биографии успешных людей, они настолько хотели по-настоящему, чтобы это реализовалось в их жизни, то есть, они нашли то, что их мотивирует, то, что их вдохновляет, и их фокус внимания был направлен, не важно, что там происходит, я хочу именно этого. И о чудо, у них в жизни начало событийный поток другие люди там подсвечивать какие-то вещи, а посмотри туда, посмотри туда, приходи какие-то мастера, учителя, попадаться в какие-то книги, попадать в окружение, которые говорили про это. То есть, то, насколько мы верим в то, что мы можем поменять свою жизнь, то, насколько мы выбираем эту жизнь или не выбираем, это вот потому, что блокирует наш раскрытие потенциала. По сути дела, мы сами внутри себя блокируем раскрытие своего потенциала. Образом жизни, стилем мышления, отсутствием энергии, конструкциями, которые у нас в голове, рассинхроном вообще с тем, для чего я сюда пришел, чем я занимаюсь, кто меня окружает, внутренними конфликтами и борьбу с самим собой, на это уходит огромное количество ресурсов. Пока мы не распознаем внутри себя, и это может сделать только человек сам с собой, ему могут подсказать, провести, но вот глубинные процессы, вот именно провести по пунктам для того, чтобы сонастроить его с самим собой, и это как раз таки новое время, когда мы авторы своей жизни, мы можем винить кого угодно, правительство, ситуации, других людей, но мы ответственны за то, что происходит в нашей жизни. И если вы по-настоящему хотите поменять свою жизнь, меняйте, приходите на наш курс. Очень красивая фраза пришла, если вы не берете свою ответственность, вы отказываетесь от своей воли. Да, придаете свою волю, придаете свои желания, самое главное, а желание это желать, это движущая сила вообще, но вот распознавание вот этих вот желаний и корректно их использовать, мы живем сейчас, у нас огромное количество информации, возвращаясь к вебинарам, да, посмотрел тысячу вебинаров, жизнь должна быть в тысячу раз лучше, но смотрите, у нас есть намерение, фокусировка, образ мышления, но без действия это все не имеет никакого смысла, мало того, еще чаще всего люди приходят и делятся, а мы еще за это отгребаем, то есть мы получаем огромное количество знаний, которые мы не интегрируем в нашу жизнь и мы получаем еще больше клин и внутреннее, чем мы собственно как-то вот эти вещи раскрываем. То, что мешает нашей целостности в итоге. Конечно, потому что если мы получили какую-то информацию, во-первых, насколько корректна эта информация мне в данный момент времени, насколько она согласуется с действительно моим внутренним посылом, если согласуется, то вдохновение, книжку прочитать на одном дыхании, вот действительно вы попали туда, куда по-настоящему вы попали. Но прочитать книжку этого мало. У нас есть образ и стиль нашего мышления, куда направлено наше внимание, туда направлено на наша энергия, и у нас есть действие. Действие, я пошел это интегрировать, действительно мне это надо. А тут у нас другой конфликт, а я боюсь, а вдруг я не справлюсь, а вдруг я вот там как-то, а я боюсь с этим поделиться, потому что такое частое убеждение, вот я сейчас поделюсь, и потом это не реализуется. Вот у кого такое было, тоже напишите, что вы вдохновились, вы подзарядились, все, классно, у вас есть идея. Даже пословица есть, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Да. И планы это наш вектор, но наше окружение, насколько мы вот тоже, вот напишите, вот давайте такой интерактив, что когда у нас что-то включается и мы чем-то заряжаемся, мы идем там к любимому человеку, например, слушай, я тут такое придумал, сейчас мы на Марс улетим, там просто разовьем благость, новую цивилизацию, новый мир, и все будут жить счастливо, всех увезем, и там вообще дискотеки, бары, рестораны, ламборджини, вообще прям шикарно. И что... А шоколад там есть? Сделаем. Ну, это же наша реальность, поэтому все может быть. Да, просто важно. Насколько ваши близкие, родные поддерживают, и насколько вы честно, искренне с собой делитесь? Если действительно это ваш внутренний посыл, и вы распознали вот этот вот внутренний импульс, нашли информацию, которая позволит вам это сделать, и пошли делать, у вас, у вас, как бы, минимальное количество шансов. Вселенная, конечно, вас подкорректирует на вашем пути, но если вы рассказали, и вас обесценили, и все это, как бы, пришло... Слушай, да это уже тысячу людей, как бы, об этом думали, у тебя ничего не получится, и вообще сиди, вот, иди на свою работу, и, короче, не выделывайся, да? Это осознанность, это фокус внимания, это действие, и это согласованность всех наших систем, для того, чтобы мы шли в своем направлении. Вот вывод из этого вебинара, да, который вы получите, мы дадим им шикарную практику в конце, для того, чтобы досмотрите до конца, очень классно. И основной вывод это... Да нет, можете не досматривать, если не хотите. Не делать с нами практику. Я забыл, что я хотел сказать. Мастера полярного воздействия, смотрите, не смотрят. А я просто... Мы сели в одинаковую позицию, я смотрю. Ну, конечно, это сонастройка. Осознанность это... То есть, мы сели так интуитивно, но мы сели так интуитивно, с одной стороны, потому что мы это знаем, что есть NLP, есть подстройка под других людей, но мы это знаем мозгом. Когда мы переобучили наше тело, перенастроили наше тело, оно село само. И то же самое, мы приходим, начинаем общаться с другими людьми, мы это делаем... У нас фокус внимания вообще куда? В глубину или в то, как я сяду, что мне надо говорить, это правильно или неправильно. То есть, мы находимся в процессе или мы играем в этот процесс и пытаемся ну как-то да. А вот у меня такой вопрос, я пока тебя слушала, поняла, что есть же огромное количество разных вот систем, как попробовать понять, кто есть я, что у меня там за дары, да, вот какого типа я, мое тело. и я так же, как и многие люди, пробовала всякие эти штуки, там, и химон дизайн, да, и вот куча всего, и номерология. И я понимаю, что меня один момент немножко сбивает с толку, что, да, вроде очень похоже на меня, но я так боюсь головой увязанности придумать все новые рамки, что я только вот так, и я только так, а мое внутреннее, знаешь, я в этом месте такая, а что там внутри-то внутри, а внутри ничего по этому поводу вообще нету. Вот, мне кажется, вы очень не шаблонные люди, а что вы можете мне сказать на этот счет, как вы живете свою правду, потому что каждый из вас очень ярко проявлен, явно вы это не в книжке где-то прочитали, и теперь написали себе сценарий, и придерживайтесь его. Тогда бы мы не были живыми. Да, вот ваш подход про живого человека меня очень откликается. Как вы так живете-то? В нашей Вселенной живой человек – это чувствующий человек. Для того, чтобы человек познал, что такое чувственность, разворачивается фокус внимания, и бережно проводится, дается основные индикаторы, проводится, то есть невозможно чувствовать, если у нас нет энергии, да, невозможно чувствовать, если мы все время находимся в голове, то есть наше тело – это наш дом, в котором мы живем, эту жизнь. Можно сколько угодно там летать по Вселенным, по Галактикам, но пока это не будет, пока наше тело нездорово, пока у нас нет энергии, мы можем сколько угодно там строить планы, но у нас нет энергии на их реализации. То же самое… Ответим на ее вопрос? Отвечай. Ты просто, да, немножко это увлекся, ну, она же про навигационную систему спросила. Вот, я возвращаюсь к навигационным системам, что то, чему вот будет на нашем курсе, это о том, что когда запускаются и корректно работают все системы, у тебя не будет… Ты пришла, куда-то мы идем, иногда туда, иногда не туда, но у тебя четкий индикатор. Я сейчас пришла, мне неинтересно. Мне неинтересно, потому что у меня есть внутреннее сопротивление распознать, или мне неинтересно, потому что это не мои навигационные установки тела. Мы используем… Или потому что это блок, и его нужно пройти. Да. Как вы это отделяете одно от другого? Ну, смотрите, мне сегодня захотелось быть с помощником. Вообще, я… У нас, кстати, вот мне дали обратную связь, что у нас больше двоечки. Больше двоечки. Это значит, что ищут предназначение. Все, супер. Ориентируюсь на вас, дорогие. Я вообще технарь. Так это… И когда-то в Москве у меня было камнеобрабатывающие производство. Ого. Да. И для меня раскрытие потенциала это увеличение производственных мощностей. Просто здесь уже мы говорим, что у нас не станки, как это было на моем камнеобрабатывающем производстве, а здесь есть система под названием «Человек». И вот система под названием «Человек» я хочу увеличить мое КПД. И к этому вопросу я подошла, ну, абсолютно технологически, как технолог, как производственник, как коммерс, по сути. Вот. Все, конечно, коммерс. Ну, да. Отвечаю на навигационную систему. Я действительно пошла этим путем много лет назад, чтобы было более понятно. Это уже моя, это мое название, которое я вела, навигационная система заводских установок тела. Это все такие системы, которые помогают нам понять себя в основе, то, с чем мы родились, то, что не меняется в процессе развития. Это темперамент, он не меняется, да, и мы либо интроверты, либо экстраверты. Мы можем раскрываться, раскрываться, но мы всегда будем ориентированы либо на мир внутри, либо на мир снаружи, как темперамент, да, но я не встречала ни одного холерика, который вдруг стал флегматиком. Ну, нет. У нас есть определенный наш тип, с которым мы родились. И вот когда я начинала себя распознавать, кстати, ты мне напомнила этот момент, он был как вспышка, когда я поняла, что самый мой глубинный страх это страх прожить на себя, что вдруг я умираю и понимаю, что вся эта жизнь, она была мимо, она была не моя. Это был настолько сильный страх, но хороший, деструктивный. Это был шлепок по ягодицам, такой мощности, который вытолкнул меня вперед. И вот это действительно для того, чтобы познать себя, кто я есть, мы в том числе увязываемся в истории в то, кто я не есть. То есть мы приходим в разные опыты, а я как тройка за свои уже 40 лет насобирала огромное множество опытов, и это одна из наших, один из наших способов развития. Мы что-то пробуем, попробовали какой-то продукт. Нет, мне это не нравится. Это не моя еда. То есть познавание себя, кто я, через то, что не я. Ну это классно, это же долго получается. Это очень долго. Попробовать пока понять, что есть я из всего этого. Но ты сказала, что ты планируешь. Ты, то есть ты... Да, вот она, вот она система под названием человек. И в той точке, когда еще совершенно непонятно, какие мои предназначения, еще раз подчеркиваю, это множественное число, какие мои предназначения, с какими целями, задачами сюда пришла моя душа, от чего будет играть моя душа, в чем у меня будет раскрываться мой потенциал, в чем, что мне такое проживать в этой жизни, от чего я буду испытывать глубочайшее удовлетворение. И вот для того, чтобы понять, каждая система человека, как сказала Данила, она абсолютно уникальна. И здесь я в свое время написала уравнение личности. То есть действительно, вот эта система под названием человек, она состоит из множества переменных. И их такое множество, и в каждой перемене такая огромная вариативность, что в природе нет ни одного одинакового уравнения. Поэтому мы все очень уникальны. А вот дальше, ну то есть, да, вот человек, и дальше вот он будет состоять, да, там, темперамент, дальше, human design, да, будет давать определенные настройки, дальше, джотиш, астрология, дальше, соционика, и так далее, и так далее. Генные ключи. То есть и вот этих, там, сексуальный темперамент, конституция тела по урведе, и вот этих переменных, на самом деле, огромное множество. И вот они все взаимосвязки дают вот эту вот уникальность. Для того, чтобы раскрыть максимальный потенциал вот этой уникальности, нужно выстроить уравнение личности таким образом, чтобы каждая из переменных функционировала в своей истинной природе, то, как оно есть. То есть, если, к примеру, если я экстраверт, есть люди, которые в инверсии. Этот термин в психологии называется инверсия. Когда у человека была какая-то психологическая травма, и он завернут, он перевернут. И когда происходит типирование у психологов, да, это тоже есть точки диагностики, кто перед нами. Потому что это может быть, не читается, не как интроверт, это может внешне казаться, как интроверт, но если профессиональным взглядом посмотреть, то можно распознать, что это экстраверт в инверсии. Он не проживает в своей природе. А вот теперь представьте, когда каждый из этих переменных, в инверсия. А нам нужно всю вообще, всю цепочку запустить. Вот каждая из этих систем, это как одна линза. Вот мы через эту линзу смотрим на огромную систему под названием «человек». На самом деле, вот здесь можно нарисовать цветок жизни. Вот их множество, множество, да, вот это было бы очень более, ну, прям понятно, да, что такое система под названием «человек». Цветок жизни. Вот это, и каждый из кружочков, да, у нас те элементы, из которых мы состоим. И вот каждый из навигационных систем дает нам вот такую вот призму восприятия. И мы через эту навигационную систему можем посмотреть на себя, на свои заводские установки. Для чего нам это? Для того, чтобы начать разделять зерна от плевио. Что я есть в своем корне, и что есть приносное, надрессированное, на... на... то, что пришло ко мне под влиянием моей среды, как правило, насильственно, когда еще не было критического мышления. У нас в детстве нет критического мышления, мы все воспринимаем как чистую монету. Если мама мне каждый день говорит, ты неаккуратная, я неаккуратная. И для того, чтобы мне, взрослым человеком, стать аккуратным, мне, по сути, нужно выйти из гипноза. Потому что это гипноз, внушение, что я неаккуратная. И самостоятельно я не могу из этого выйти, потому что я в трансе. Как только включается транс внутреннего ребенка, мы все, мы ничего не видим. И вот я пошла этим путем. первая была соционика, которая рассказала мне, что я интуитивно... Сенсорный экстраверт. Сейчас. Интуитивно... Логика... Гексли... Ну, в общем, я так понимаю, что ты каждый из этих попробовал, да? Нет, не интуитивно, а этичес... Да, интуитивно этический экстраверт. Простите, запнулась. Интуитивно-этический экстраверт. Окей, что мне с этим делать, да? То есть, это маленькая такая призма. Я начала... То есть, это как работает информационный метаболизм в сознании. Окей, я Гекслик. Хьюман-дизайн мне рассказал, ты манифестирующий генератор 3.5 там с такими-то... Ды-ды-ды-ды-ды-ды. Окей, я ушла года на полтора проживать свой хьюман-дизайн и выстраиваться, распознавать ложное и выходить из теней, чтобы каждый канал, каждые ворота переводить из теневого аспекта, переводить в дары и дальше в ситхи. Ну, это так, история на много лет, если что. Дальше, Джотиш. У Джуала, наш любимый, который там рассказал мне, да, у тебя луна в экзальтации в первом доме, а в доме служения у тебя целых пять планет, а в восьмом-то доме у тебя Марс, скетт, ну, все понятно, почему я тебя в сексологию ты потянула. То есть, да, еще одна, и вот там квадрат Пифагора, пять двоек, ну, так вообще, донор, иди сюда. И вот через, то есть, я собрала все навигационные системы, которые на сегодняшний момент известны человеку генные ключи, я проходила золотой путь с подругой, там, и так далее. То есть, этот путь, ну, чтобы вы понимали, действительно помог мне раскрыть свое предназначение, по-настоящему помог. Но это путь длиною в годы, и каждая из этих консультаций будет стоить несколько сотен долларов. И каждую из этих консультаций нужно еще внедрить в свою систему, в свое понимание, и научиться жить, исходя из того, какие мы есть на самом деле. Но подводный камень вот этого метода, ну, во-первых, это дорого, дорого, реально дорого, я даже сейчас не посчитаю, но это несколько тысяч долларов у меня ушло, чтобы вот так себя выстраивать, и по каждой из них, ни по одной консультации, не надейтесь, что там одной консультации human design вам хватит, чтобы выстроить жить себя по human design, нет. это очень дорого, это очень долго, и самое главное, что здесь не запнуться за какую-то одну, и самое главное, ну, то есть, я вот манифестирующий генератор три-пять, и чё? Ну, как бы... Где мой потенциал, где мое предназначение? Ну, да, я манифестирующий генератор, прекрасно. Да, в чём я, какой я генератор, в какой я манифестации, где мне манифестировать, что открывает мой источник, что есть источники моего питания, что у меня, какие у меня кармические отработки на эту жизнь, в каком аспекте этой жизни мне развиваться, да, где стоит мою раху, куда мне двигаться, куда мне проецироваться, на что у меня опираться, что уже душой наработано, то есть вот это очень важно не впереться в одно из них, и всё-таки тогда это как пазлы, которые собирают вот этот самый цветок жизни, и здесь очень важно всё-таки оставаться в критическом мышлении, во-вторых, очень важно, чтобы до секунды было понятно твоё время рождения, потому что если твоё время рождения не точное, то и вот эти все карты будут неточные, и кого ты там выстраиваешь, и что ты делаешь, это уже другой вопрос. Пройдя вот этот вот путь, у нас с Данилом родилась совершенно другая методика, то есть пока ты стираешь, можно я сделаю маленькую, то есть получается, что вот этот способ, этот заход через голову, я придумываю себе новые правила, пытаюсь по новым правилам ратифицированный, который не просто с ваших слов занес циферки в программу и оттуда почитал, который вас ратифицирует, калибрует, это действительно ваша карта, и он чётко промеряет по определённым показателям, что это да, это твоя карта, она на тебя ложится, потому что опять-таки, если человек в инверсии, на него карта не ложится, но на его или не его тут нужно уметь промерять. А можно не через голову пойти? Ну то есть не учить, не читать книжки, не ходить на консультации, а попробовать по-другому? Да, и это тот самый метод, который мы разработали, который мы внедрили, ну по сути с Даниилом мы когда познакомились, он подключился к этому пути через навигационные системы, да, мы с тобой вместе пошли, но в какой-то момент у нас просто уже мозг опух от этих многочасовых сессий, которые нам рассказывали, какой ты должен быть и как тебе жить. И поскольку к тому моменту у меня пробудилось уже тело, у Даниила врожденная сверхчувствительность и включилась интуиция, собственно говоря, как я его и нашла или как он меня нашел, я следовала за своей сексуальной энергией, это было вообще нелогично, неразумно, зачем ты из апреля, из Ришикеша попереться в Киеве, когда я родилась в Москве, но это был четкий зов моей интуиции, что мне туда надо. И я очень благодарна, что моя голова кричала, что ты вообще что-то делаешь, куда ты едешь. а я четко знала, что мне нужно в Киев. Зачем, я не знаю, но мне нужно в Киев. И я поехала в Киев, и вот, когда мы встретились, уже было все понятно, там прям знаки, которые сводили. То есть, и в какой-то момент я поняла, что окей, но то, какой я есть, я знаю. То есть, я сознательно не знаю, но внутри моей системы это все есть. И моя система, она себя точно знает. Как ты это чувствуешь? Другой момент, что мы это либо чувствуем, либо не чувствуем. И вот этот путь, который мы, собственно говоря, на основе которого разработан метод и построена вот эта онлайн программа, у нас также на этот метод есть живой ретрит здесь на Бали. И я сейчас буду пробовать проводить такие экспресс как бы однодневные семинары тоже живые, как включение делать. В общем, метод. Давайте я, наверное, начну вот с этого. Ну прям начнем с ведических писаний, со снов основ. Ну прям так кратенько. Все видели свастику? Да. Свастика. Там вот такие четыре кружочка. У нас на Ютубе не забанят за свастику? Ну, это ведический знак. В общем, свастика. Четыре кружочка. О чем эти кружочки? Ну, это символ солнца, нет? Или это что? Или это деление личности человека на запчасти? Или кусочки пиццы очень симпатичные? О чем эти кружочки? Вот это путь дхармы. Путь нашей души. И в ведических писаниях она называется дхарма. Соответственно, тот, кто идет не своим путем этой жизни, это называется аддхарма. И отсюда мы нарабатываем карму. Итак, путь моей души, на ведическом языке это дхарма. И когда я живу, иду путем своей души, у меня всегда есть все необходимые ардхи, ресурсы, на всех планах, то есть я обладаю своим максимальным потенциалом. Во мне рождаются кама, желания, кама с утра отсюда, во мне рождаются желания моей души, у меня всегда на них есть все необходимые ардхи, и я прихожу в мокшу, изначальная божественная природа, то куда стремится душа. Итак, мы выходим из изначальной божественной измерения, из изначального дома, приходим на землю, чтобы пройти свой путь, свой путь души. На этом пути у нас много предназначений, то, что я подчеркивала. Дхарма, одна предназначений много, она меняется постоянно в течение жизни. Поэтому вот это «найди свое предназначение», оно есть путь дхармы, и чтобы идти по нему, мы идем через множество предназначений. Как в какой-то этап моей жизни мое предназначение быть матерью, а сейчас мое предназначение быть мастером, или где-то мое предназначение быть хорошей дочкой, или научиться ходить, маленький ребенок, его предназначение прямо сейчас научиться ходить. И отсюда, собственно говоря, вся эта поломанная, перекореженная история Когда нам постоянно не хватает ресурса Нам постоянно не хватает потенциала У нас постоянно желание, которое за пределами нашего досягаемости Эти желания не рождают у нас кайфа и наслаждение Они рождают страдания Я постоянно чего-то хочу, что мне не дано, невозможно, сложно Мне нужно добиваться, мне нужно выкручиваться, перекручиваться Попу на фашистский крест выворачивать Чтобы вот эти вот пространства каким-то образом вообще склеивать И оно никогда не будет склеиваться Потому что душа, как мама, да, ребенок пошел не туда Мама, иди сюда, мой хороший Там обрыв, там плохо, ты вообще не туда идешь Там ничего хорошего для тебя не будет Наша душа нас не дает нам То есть когда вот эти два пространства у вас не склеиваются Ваши желания и ваши ресурсы Это говорит всегда только об одном Вы идете путем адхармы И ничего кроме кармы Вы не наработаете И ни в какую изначальную природу вы никогда не придете Так вот глобальный ответ на вопрос Что получат участники нашей программы? Мы вас приведем вот сюда Мы вас приведем на путь дхармы Ну то есть мы будем вас сюда везти Вот, то есть наша задача Но все зависит от вас, да, мы в сотворчестве То есть я здесь как, ну то есть своего годовалого сына Я могла переставить на нужную дорожку Вас я так не переставлю Но дать вам все необходимое со стопроцентной вероятностью Что вы просто следуете И вы точно придете сюда на путь своей дхармы Это я гарантирую Мы гарантируем Итак, что получат участники нашей программы? Придут на свой путь Что значит прийти на свой путь? Перекресток жизни Мы все с вами приходим на перекресток жизни Да, какой-то вот определенный этап нашей жизни С которого мы движемся Ой, мошка, да С которого мы движемся Через перекрестки жизни мы делаем переходы на разные линии жизни И опять-таки наш путь дхармы Может происходить по максимально жесткому сценарию А может происходить по максимально мягкому сценарию То есть ту карму, которую я уже успела наработать И то, что выбрала моя душа Что мне нужно пройти С чем мне нужно встретиться, отработать Это может идти по максимально жесткому сценарию А может идти по максимально мягкому сценарию И это тоже через наши выборы Мы это создаем как у моей души основная отработка на эту жизнь принятия соответственно конечно я буду постоянно встречать опыты где у меня будет непринятие осуждение осуждение сопротивление борьба ну то есть в чем я 30 лет и прожила в тенях 30 лет я прожила в тенях и по крупице я перетаскивала себя в дары по крупицам так вот что такое перекрестки жизни время место пространство это значит что мы приходим на наш перекресток мы своевременно и уместны и у нас есть энергопотенциал вот тогда мы делаем эволюционный виток наверх это будет по окончанию программы мы вас приведем на ваш первый перекресток где вы окажетесь своевременно уместно и энергозаряженными чтобы вы отсюда самостоятельно сделали шаг на вашу линию жизни на вашу тхарму хорошо это все звучит какой я делаю как вы это сделаете до следующая тапличка сейчас предназначение быть подставкой неплохо но маловато будет друзья пока она рассказывает пока она будет час зарисовывать я хочу сказать что мы ведем разговор о курсе который стартует 20 апреля о раскрытии потенциала если вам интересно то о чем сейчас расскажет она или вы можете более подробную информацию посмотреть у нас в описании ссылка под наши трансляции и там есть прямо описание уроков того какие темы затрагиваются какие булки будете проходить скажу что вся программа рассчитана на 6 недель нет вру на три недели на 3 3 3 с половиной недели старт как я сказал 20 апреля и окончание нас 13 мая уроки у нас живые и это вообще фишка этого курса также как сегодня она и дни у настраивались на вас также это будет реализовано и в курсе то есть конкретно для вас это будет создана пространство где вы сможете раскрыться обережная может быть с вами сейчас мастера расскажет как это будет устроено я скажу лишь что каждый мастер берет какой-то день недели это суббота или воскресенье и ведет поток передают знания и среди недели у вас есть время на то чтобы практически это закрепить также у вас будет чат где вы можете общаться друг с другом общаться с мастерами всячески вот эту вот синергию создавать чтобы еще быстрее идти по пути своей трансформации можете заходить уже сейчас по ссылке и смотреть что внутри курса она или я прошу прощения ты можешь продолжить нет это очень важно действительно что ты рассказываешь то есть действительно это я рассказала о том как да как раскрыть как прийти на путь своей души на то есть раскрывать максимальный потенциал если я иду не с путем своей жизни это не то что опасно это но это просто не нужно делать то есть открывать максимальный потенциал как энергетику для того чтобы я еще больше ушлюпала не туда ну то есть это действительно очень опасно то есть может произойти все что угодно и как в случае с моей мамой произошел прежде ну преждевременный уход из тела потому что душа с телом не была сонастроена и душе дальше оставаться в теле не было смысла потому что никакого раскрытия потенциала души дальше уже не будет поэтому в таких случаях но вплоть до раннего ухода из жизни душа вы запускает программу самоликвидации вы сонастраиваете душу с телом как как это вот у вас происходит да да я сейчас расскажу вот поэтому прежде всего чем мы начнем увеличивать мощность нам нужно чисто честно тотально прийти на путь своей дхармы и только тогда мы можем говорить о повышении мощной мощности увеличение производства повышение производственных мощностей можно говорить только тогда когда мы двумя взрослыми ногами пришли на путь дхармы и раскрываем свои идем через раскрытие своих предназначений мы это осознанно понимаем осознаем выбираем то есть правильно я понимаю что если я наконец стою на пути своей дхармы то у меня наконец появляется энергия в жизни мне хочется по утрам вставать да и делом не делаются конечно конечно потому что ты включаешься в свои смыслы ты них когда ты головой себя завязываешь на чужие смыслы когда это для кого-то и против себя автоматически будет включаться блокировка тела автоматически тело не будет хотеть это делать душа всячески будет перекрывать энергопотоки будет фрустрации 70 процентов населения людей это генераторы генератор очень легко и быстро вваливается фрустрацию состояние фрустрации когда расходовал энергию не нас не нас не по отклику не на свои цели не на свои желания его вовлекли манипулятивным путем нлп или какими-то другими историями увлекли в чужие истории и он подвязался вписался слил туда всю свою энергию а потом удовлетворение не пришло и он такой и фрустрация и тотальная потеря энергии в зависимости от того насколько ну сильно до убежал не туда генератор настолько сильно будет потом откат и фрустрация вот есть мы это учитываем когда мы взаимодействуем с людьми мы это учитываем да есть манифестеры проекторы там немножко по-другому подачи она уже просто ведь то есть просто все все студенты она учитываем это в подаче материала как как гипнолог да я приходила я гипнолог и проходила обучение у полихатова и когда мы делаем наведение гипноза да вот лексарианский гипноз том числе который я практикую мы не знаем кто перед тобой визуал аудиологи не стоит мы не знаем но у нас есть группы или даже один человек да мы не будем каждого тестировать мы не знаем кто это какой у него ведущий канал поэтому когда мы делаем гипно погружение мы задействуем все каналы так и здесь то есть я интегральный мастер я сразу задействую все поэтому кто бы то ни был она пройдет и зайдет и она просто одно другое уже усиливает что там еще запаковано ну вот хорошо с гипнозом да история ты про это вот я подвожу то есть прежде всего ну давайте определим что такое потенциал я просто хотела немножко договорить по поводу курса и мы с давай ты договоришь по поводу курса я дальше пойду на как построена технология курса окей а просто почему я хочу об этом сказать потому что во первых сейчас очень приятная цена наш курс пока сегодняшнего дня с момент пока вы смотрите это видео и до конца 2 апреля три дня держится скидка 30 процентов и есть такая возможность зафиксировать эту скидку внеся предоплату 2000 рублей зачем это делается для того чтобы все те кто уже чувствует что хочется да вот почувствовал этот отклик не знаю где-то в теле может быть да как-то может быть нравились понравились мастера понравилось то как они мыслят себе всю эту историю для того чтобы вы могли если у вас нету сейчас полную сумму для того чтобы оплатить вы можете сделать рассрочка вы фиксируете свое участие суммы 2000 рублей 2000 рублей и до 15 апреля вы можете этого рассрочку заплатить если у вас есть вопрос по поводу оплаты пожалуйста не стесняйтесь пишите нашим менеджерам оставляйте заявки на сайте вам все расскажут у нас есть разные разные программы разные варианты так чтобы это мог сделать в общем-то каждый человек имел такую возможность но самое классное мне кажется это подарок который она или дарит всем тем кто сегодня вот именно сегодня оплачивает полностью или частично она дарит свой мини-курс мини-курс про женскую сексуальность вот скажи что дает прохождение этого курса скажем у меня должны прям какая-то проблема сексуальной смены это не сексула кто лечит проблемы прежде но во всяком случае сексологии да как и в маркетинге есть разные направления вот я сакральный сексолог я не тот кто лечит болезни девиации сексуальные расстройства я тот кто раскрывает максимальный энергопотенциалы сексуальности я тот кто занимается повышением сексуального интеллекта сексуальной эстетики сексуального расширения и от тот кто сам возвращается и помогает другим людям возвращаться в изначальную божественную природу изначальную сексуальную природу которая бесконечно чисто красиво оргазмично тонко эстетично и это невероятная красота я пришла с этими знаниями я пришла оттуда где проявлена чистая божественная сексуальность и кто как она сейчас раскрыта на планете земля но мы видим да просто вон то что лично моя боль да я прожил но это моя боль которую я проживаю я вижу и это та самая боль которая толкает меня продолжать снова и снова и это со мной случилось в восьмом классе я пошла гулять и на территории детского садика который не работает я нашла брошенного новорожденного ребенка я открыла ткань ткань был привлекла мое внимание я раскрываю ткань а там был новорожден ребеночек с пуповиной я восьмом классе мне 14 лет и у меня был шок как можно было выбросить ребеночка а можно было выбросить ребеночка совершенно спокойно когда божественное изначально и сексуальная природа не раскрыта и когда мы не живем проявленную сексуальность пробужденную сексуальность пробужденный секс пробужденные любовь тогда у нас и последствия поэтому венерические заболевания аборты сексуальный насилие сексуальной девятся это Это все следствие отклонения от изначальной божественной природы. Поэтому возвращаясь в изначально... То есть лечить вот это все, это, опять-таки, долгий муторный путь. Не надо все это лечить, надо научиться перестать это создавать. Как перестать все это создавать? Вернуться в свою изначальную божественную природу. Все само починится. Ну, когда пробужденный секс встречается с пробужденной любовью, и они в осознанности, в красоте занимаются любовью, разве может в этом родиться ребенок, которого потом просто выбросят? Потому что это как-то... Я думаю, что нет. Или разве после такого секса, после такой любви женщина может остаться мать-одиночка? Дуже, наверное, нет. Или, может быть, она останется в ситуации, когда это будет нежелательная беременность? То есть такая любовь, последствия которой нежелательны, наверное, это была не любовь. Если плоды этой любви вам не нравятся, то какая-то ты не та любовь. Возвращаясь к потенциалу. Фрагмаз, давай еще скажу, что этот курс про женскую сексуальность... А, да, я же не договорила, прости, я так отклонилась, увлеклась. Да, спасибо, я буду тебя все время обратно возвращать. Да, возвращай меня, потому что я могу, могу, у меня, если это лирично... Этот курс, он создан как раз для того, чтобы там 4 видеоурока, чтобы начать подкручивать... То есть это знание о своей изначальной божественной природе есть в нашем ДНК, есть в нашей душе, оно есть внутри нас. И там такие методы, которые мы просто делаем. И это три ключа к пробуждению. Дыхание, движение, звучание. И определенным образом, собирая эти ключи, мы запускаем возвращение своей системы в изначальную природу. И вот там самые базовые 4 видеоурока, которые помогут запустить процесс исцеления сексуальной системы человека, женщины. То есть это получается в тему нашего разговора. Да, он как подготовительный будет. И как раз у вас, если вы сегодня оплачиваете свое участие в курсе в большом раскрытии потенциала, то получается как раз подарок, маленький мини-курс про женскую сексуальность. И у вас есть как раз время на вот эту подготовительную стадию пройти. И прийти, ну скажем, взять больше от курса, ну и в целом быстрее изменить свою ситуацию. Начать уже сегодня практиковать. Да. А в обычной жизни этот курс стоит 4900. Сейчас он идет в подарок для тех, кто полностью или частично оплачивает. И вы можете посмотреть, что это за курс. Опять же, что там внутри. По ссылочке у нас есть под нашей трансляцией все ссылки. Все. Да, я еще хочу добавить, что сексуальность – это тоже как индикатор реализации, индикатор предназначения. Насколько вот первый такой основной… Ну без этого не можем, да? То есть это как бы заложено в нашей природе и в нашем естестве. И насколько мы идем в секс, когда нам действительно этого хочется. Насколько мы следуем своему… Своим истинным желаниям. Действительно ли все мне нравится или где-то мы предаем себя, предаем… То есть насколько мы делаем то, что нас наполняет, или мы делаем что-то, что нас наоборот опустошает. Да, и это как бы копится, и потом в любом случае выливается в претензиях, обидах, скандалах, разводах. Статистика разводов более 70%. Вот, собственно, насколько человек следует… Почитаю немножко вопросов, потому что у меня просто… То есть подождите, моя хорошая, давайте я все-таки расскажу про программу, потому что у меня сейчас это вопрос, и все это прекрасно. Я вам обещала рассказать, как мы вас приведем в точку, откуда вы осознаете, поймете, нащупаете про чувства, потому что я за вас не знаю. Мы говорили, да, что не снаружи, а внутри. Я внутри себя, я совершила скачок, я повысила свои уровни взросления, расширила свое состояние сознания, и я пришла в точку, где уместно и своевременно оказалась заряженной энергией, и я четко, ясно осознаю мой путь, мою дхарму. И я выбираю и начинаю следовать пути своей дхармы. Для того, чтобы прийти, да, в эту точку, нам действительно нужен потенциал. Ну, то есть чем-то нам нужно идти. Да, нас же не на носилках, то нам принесут. Вот, и здесь тогда хочется раскрыть, что такое потенциал. Потенциал – это ресурс, набор ресурсов, да, когда мы обладаем набором ресурсов, у нас есть потенциал. Какие виды ресурсов у нас есть? Здоровье, например. Финансы, здоровье, да? Ты об этом? Да. Ну, на самом деле, в бизнес-образовании это все очень классически. Четыре типа ресурса. Это энергия, ну, которая вытекает, опять-таки, из здоровья, да, просто первоначально это энергия. Энергия, у нас есть энергия. Чем-то четыре нарисовала, ладно. Энергия, у нас есть время. В свое время очень крутой был курс у Радислава Гондапанса тоже. Ну, это вообще четко из менеджмента. Да, у меня высшее образование, первое менеджмент организации. У нас есть, мы же увеличиваем производственные мощности, соответственно, что мы будем увеличивать? Где у нас, в чем раскрывать потенциал, где подкручивать КПД? У нас есть энергия, у нас есть время, у нас есть деньги. Куда что-то без них? Обязательно. Деньги нам очень нужны, мы их любим. И у нас есть энергия, деньги, время, связи. Мы же говорим про потенциал современного человека, да? И вот для того, чтобы раскрываться, нам нужны вот эти четыре ресурса в максимальном объеме. Откуда берется энергия? Из тела. Откуда в теле берется энергия? Сексуальность. Это наш мотор. Вот он, нижний донтянь у мужчин, маточка у женщин, крестец. Вот она, наша энергетика, она запускается оттуда. Это выстраивание нашего сакрального центра. Когда он работает, тогда у нас есть энергия, и эта энергия, как разменная универсальная валюта на все. То есть на энергию мы можем, на самом деле, поменять все. Она как вот ведущий вообще ресурс. Потому что... Харизма тоже, да? А? Это же и харизма в том числе. Конечно, конечно. Притягательность, да? Когда человек заходит в пространство, он может быть небольшого тела, да? Но он заходит, и это прям структура вошла. Это же сразу чувствуется. Это в НЛП есть техника, да? Перед переговорами делается энергопрактика, чтобы расширить свою структуру. Что ты заходишь, и ты воспринимаешься как большой важный человек, как мощный человек, да? Если у нас достаточно энергии, опять-таки, мы можем делать более эффективным время. Да? Мы быстрее соображаем, двигаемся. Мы более динамичны. Потому что у нас есть эта выстроенность. Если у нас не хватает энергии, да? У нас все это растягивается, развалится. Все из рук валится. И тот же самый производственный процесс или любой другой процесс занимает больше времени. То есть эффективность единицы времени становится наиболее эффективной, когда у нас раскрыт энергопотенциал. И время, то, как мы используем свое время, это все-таки ментальность. Time management. То есть время это не мой возраст, сколько мне еще времени? Нет. Это про другое. Это, да, это время-ресурс. То есть на все, что мы делаем здесь в земной жизни, на любой производственный процесс, нам нужно время, ресурсы, нам нужны деньги, нам нужны связи, с кем мы это делаем, да? И нам нужна энергия. И время, время и пространство – это то, в чем происходит материализация всех процессов на планете Земля. То, как мы взаимодействуем со временем, это чистая вода ментальность. Тайм-менеджмент. Иными словами, это тайм-менеджмент. И здесь, опять-таки, если у нас есть сопротивление в уме, есть сопротивление в способности, неспособности фокусироваться, привычки отвлекаться, застревать в мыслях. То есть мы понимаем, что это вообще левые мысли, их непонятно, кто вдул мне в голову вообще, откуда они взялись. И, а я тут уже два часа жую, это как жвачку, и никак выплюнуть не могу. А два часа я проживал чужую, чужую вообще жвачку. Но у того еще энергии слил. Да, то есть привести свой ментал так, чтобы он служил для меня и во имя меня, а не против меня. Выстраивание своего ментала. Я бы их поменяла местами сейчас. Ну ладно, сейчас уже так написалось. Да, связи для того, чтобы, по сути, что такое связи? Это способность находить свою стаю, выстраивать свою фрактальную семью, сотворять с теми, с кем у тебя раскрывается это дело, да, с кем никто тебя обесценивает, не то, рядом с которым ты теряешь свое вдохновение, выстраивать, находить в пространстве тех людей, взаимодействовать с теми людьми, с которыми ты сувибрируешь, с которыми ты становишься больше, чем ты один. Чтобы по-настоящему находить вот в этом миллиардном населении, как мы нашли Даниила, да? Мы нашли Даниила, да? Как мы притягиваемся, да, как мы находим своих людей, что нам помогает находить своих людей, и опять-таки, что нам мешает, почему мы ходим по планете Земля, и в какой-то момент нам кажется, я вообще один-одинешник, я белая ворона, я никак не могу найти свою стаю. Да каждый из нас, да, наверное, проходил такие. И наоборот, вдруг что-то у нас там внутри поменялось, и вау! Своя стая вам слышали? Да, своя стая. И вау, на планете Земля стали встречаться мне интересные люди, люди, с которыми у меня рождаются новые идеи, новые проекты, люди, с которыми моя душа поет и играет, с которыми мне вау, как классно, я с ними общаюсь и вдохновлением наполняюсь. Как это работает? Это духовность. Что такое духовность? Это идти из своего сердца, то, о чем мы говорили на том вебинаре, не из страха. Когда я двигаюсь из страха, из реакции страха, я никогда не найду людей, с которыми... Точнее, я буду встречать людей, которые тоже с вибрируем страхом. А кое-что творчество, какая же тут любовь. И когда я иду из открытого сердца, когда мое открытое сердце, как прожектор, светит, и на эту любовь приходятся вибрирующие люди, тогда я образую крепкие, мощные связи. И, как говорил мой папа, лучше потерять кошелек, чем записную книжку. И это так, а до сих пор так. Если у меня есть, естественно, мои люди, которые меня и поддержать могут, и с которыми я могу вдохновиться, и рядом с которыми просто... Вот я побыла там два часа, и у меня, если что-то и было не так, у меня все починилось. Просто мы чай вместе попили. Это мой человек, моя душа. И для того, чтобы выходить на те линии жизни, где мы будем встречать, это духовный путь. Не религиозный. Это духовный путь. И вот отсюда у нас выстраиваются три единства. Тот путь. То есть когда мы включаем сексуальность, исцеляем сексуальность, запускаем... Точнее, правильно скажу. Мы возвращаем свою сексуальную природу в изначальную. Мы запускаем ментальную природу в изначальную. Мы запускаем, открываем духовность. И вот и наш тримурти. Сексуальность, ментальность, духовность в системе человек. Вот это технология, по которой простроена программа. И это первый уровень. Здесь те методы и практики, которые квантовые. Не которые будут пошагово вас двигать. А это квантовые через гипноз, через методы. Когда здесь... Но это чистой воды передачи, если называть это правильным языком. Это прямые передачи тех состояний, тех измерений, с которыми мы сами соединены. И мы можем делать эти передачи. Прямые передачи. Возвращение сексуальности в изначальную природу. Раскрытие ментальности, когда ум это не постоянное болтающее радио, которое ловит все радиостанции, всех частот, всех измерений. Все это перемешивается в голове. И кто бы нашел эту кнопку как-то выключить. А когда это пространство чистых мыслей и высшей мудрости. То, как создан наш ум. Для чего нам нужен наш ум. Для того, чтобы мы принимали сигналы, информацию из изначального измерения. Наша душа, опять-таки, общается с нами. Для того, чтобы мы могли на сознание переводить то, что мы видим, то, что мы чувствуем, то, что мы распознаем. Опять-таки, чтобы уметь выражать свою правду. И духовность как открытое сердце. Как сонастройка. Здесь на первом уровне будет прямая передача соединения с каналом души. То есть я много лет назад получила эту инициацию. Я ее проводила. И впервые в онлайне я готова выводить. Когда мы открываем канал души. Мы соединяемся с каналом души. Тут как энергетическая пуповина. Это очень многоплановая работа. Я смотрю. Да, это и есть интегральный подход. Потому что по запчастям мы будем очень долго. Но когда мы одномоментно, знаете, вот бурить скважину со всех сторон. Это и есть интегральный метод. Это и есть интегральный метод. Деньги. Я слышу ваши вопросы. Смотрите, дорогие. Как только произойдет включение вот этого. У вас деньги автоматически. Так, я иду на курс. Но просто порядок. Более правильный порядок. Это один, два, три, четыре. Это как нефть. Вот энергия, это как нефть. Если мы добыли нефть, мы из нее сделаем топливо разного порядка. 92-й, 95-й, дизель. Мы все сделаем из изначального первородного ресурса. Энергия, энергия как ресурс. Время, второй порядок ресурса. Мы можем сжимать, разжимать время. Мы можем работать с пространством времени. Мы можем единицу времени, если мы приведены, да, в максимальную свою дееспособность, можно в единицу времени заработать миллион. Если есть на то истинное желание, если это правда надо. Если это соответствует, если это нужно, да. Но здесь очень тонкий момент с деньгами. Приведу такой пример. На Бали приехала 18-летняя девочка, блогерша, которая очень крутой блогер. Очень много подписчиков и так далее. И ее мечта была дождаться совершеннолетия. И все, я свободна. Я сама за себя решаю. Она прилетает на Бали бизнес-классом. Покупает самый дорогой мотоцикл, который только можно было. И разбивается насмерть. Это еще раз к тому, что деньги не всегда во благо. И если нам не приходят деньги, а мы упорно хотим какую-то большую сумму денег, еще раз, может быть, это ангелы и архангелы меня удерживают от того, что меня эти деньги сожрут. Ну, то есть здесь очень тонкий момент. Поэтому это четвертый рисунок, связи, да. Я один, это я один. Один в поле не воин. Если вокруг меня враги, опять-таки, или вокруг меня люди, которые меня бесят, раздражают, или вокруг все творцы, все повелители игр, все мои собратья, сосестры, все вместе с которыми мы выберируем. Вот когда вот эти первые три ресурса есть, но все остальное приложится автоматически. двигаясь из своей высшей мудрости, я уже не погоню из эго за не своими деньгами. И вообще, тут просто дальше будет разделение на мужско-женские деньги. Это большая разница, да. Если мой ум чистый, и у меня постоянно циркулирует сексуальная энергия, значит, я приду в свое творчество. Значит, моя сексуальная энергия переведется в творческую энергию. Из открытого сердца, полной энергии, полной творческого потенциала. Я что, не заработаю денег? Я 10 лет так живу. Ну, то есть, я, ну, деньги, это второстепенно, это потом, это придет. И если мы сегодня не понимаем, как мне взять достаточное количество денег, опять-таки, от харма. Потому что на пути дхарме у вас всегда есть все необходимое, что вам нужно на данный момент движения. На пути дхарме нету черного дня, и готовиться к нему не нужно. Понимаете? И здесь еще последний момент, который очень важно сказать. У нас действительно случился переход. Вот перестройка в 92-м году у нас случилась. Да, сейчас у нас такая же перестройка, только еще более глобальная. Вообще, план Земли изменился. Мы все это уже как бы почувствовали. Почувствовали даже те, которые вообще никогда ничего не чувствовали. Они сейчас все почувствовали. Что это значит? Старое и новое время. Буквально обращу ваше внимание, чтобы, просто чтобы вы знали, что мы это тоже знаем. И в нашей программе это учитано. Учтено. Старое и новое время. Сам набор ресурсов, он не поменялся. Как не поменялся набор молекул, из которых состоим мы. Как не поменялся состав элементов, из которых состоит мое тело. Да, вот ингредиенты не поменялись. Поменялись пропорции, рецепты, коктейль. Поменялся коктейль. И просто, да, раскидаем. Даже по тем же энергия. Ну вот так вот, энергия. Энергия в старом времени. Вспоминаем, да, более плотные энергии. Очень много было, посмотрите, было прям раджистические энергии. Преобладали. Вспоминаем бадийские времена. Что такое раджистические энергии? Это огненные энергии. Схватить. Когда результат нужен сегодня. Это охотник такой. Поймал, сажал, уснул. Да, такие плотные, грубые. В новом времени, да, мы движемся к сатвическим энергиям. Потому что земля, да, проходя калиюгу, мы все-таки движемся в изначальную свою природу. И мы раскрываемся все больше. Раскрываются сатвические энергии. Более тонкие. И более квантовые. Да, более тонковибрационные. Более чувственные. Люди становятся более чувственные. Сама энергетика меняется. Как меняется время? Единица времени, которая проживалась в старые времена. Как развивались технологии? Сколько можно было получить информации и сделать день за один день? Вот один день, там, 30 лет назад. Сколько можно было информации и дел сделать? И как это сегодня? Как ускорилось время? Время ускоряется в геометрической прогрессии. Насыщение минуты, да, сильно повышается, да, меняется. Связи. В старом времени, да, даже у моего папы это была вот записная книжка вот такая. Потерял-то потерял все. Сейчас у каждого в телефоне контактов намного-намного больше. Сейчас намного быстрее работает принцип шести рукопожатий. Как сейчас мы можем выходить на взаимосвязи, то есть если каким-то там дозвониться, связаться, лично пообщаться с какой-то известной личностью. 30-40 лет назад это нужно было обладать невероятными связями, да, и вообще связи как много тогда решали. И сейчас совершенно другая фрактальная цепочка взаимосвязи между собой. Когда мы можем, мы с вами в то же время ближе, мы можем в инстаграм написать человеку, которого мы никогда в жизни не смогли дозвониться по телефону. И деньги. Самое главное. Ну, не главное, а то, как изменились деньги. В старом времени деньги были на земле. Это просто очень важно. Эта информация мне пришла от инвестора. Мы как-то сидели, общались. И он такой, ты посмотри, как меняются деньги. И потом он мне объяснил, что он имеет в виду. И действительно, то есть это очень важно это понимать. В старом времени деньги были на земле. Основные бизнесы, которые приносили доход, это были строительные бизнесы. Нефтедобыча. Алмазные, да, сколько у нас было этих золотых рудников. И постепенно, постепенно деньги стали уходить на небо. Появился инфобизнес. Деньги стали делать из воздуха. Появились женские деньги. То есть вот когда деньги были в земле, женщина не могла заработать много денег. Деньги зарабатывали с тяжелым физическим трудом. Сейчас деньги ушли на небо, и деньги зарабатываются умственно. Понимаете, насколько вообще разворот? И вот для того, чтобы вот это все привести в гармонию с текущим временем, мы подобрали такой тип методик и практик, чтобы вас привести вот в ту самую точку, откуда я стану я. Я пойду с собой. Вот. Я закончила. Классно. Друзья, я вижу ваши вопросы. Сейчас я начну их зачитывать. Спасибо тебе большое. Я хочу напомнить вам, что Анаэль и Днил сегодня обещали классную практику. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь от нас. Ребята, я хочу вас попросить отвечать коротко и емко на вопросы. А нет. И давай будем вдвоем отвечать на один вопрос. Давай по очереди, потому что это будет еще намного длиннее. Так. Ну, давайте прям вот по тому, как их задавали. Как увидеть свои возможности? Кто отвечает? Я сейчас с медитацией выйду, я тут... Как увидеть свои возможности? Ну, вот я думал, что об этом? Вот сейчас минут сколько? Тридцать рассказывала. Как увидеть свои возможности? Прийти в точку себя? Ну, то есть один путь... Сейчас. Как увидеть свои возможности? Кто там спрашивает? И смотри... Ну, сейчас, подожди, я с человеком сонастраиваюсь. Ну, прежде всего хочется сказать, что возможности, они внутри. Возможности, они не снаружи. И если я не вижу свои возможности, значит, я недостаточно присутствую внутри себя. Я не вижу свою суперсилу. Я не вижу свои качества и таланты. Меня приучили выращивать те качества, которые мои родители считали модными своими... Современными. И мне точно помогут в этой жизни. Я много-много лет выстраивала эти качества. Но это не есть я. И пока я это все выстраивала, мои качества, мои таланты, которые заложены внутри меня, в моем ДНК, в моей структуре, в моей душе, они не активированы. Они не пробуждены. Потому что когда-то, много-много лет назад, в моем детстве, они не были признаны, что они, может быть, не были признаны. Поэтому они не активированы. Поэтому здесь внутрь исследовать, познавать свои качества и таланты. Не быть модным, успешным, современным. А захотеть для начала стать собой, какой бы я ни был. Перестать бояться, что меня не будут любить, от меня все отвернутся. Я не буду такой нравиться. А идти в глубину себя. Истинные качества и таланты в замороженном состоянии не активированы. Как красиво. Взросшенные, чужие качества и таланты, которые не свойственны системе. Какой мощный поток ты так быстро говорила. Я не знаю, я бы даже, даже если бы я читала, я бы читала медленно. Ну, просто то, как мы работаем, мы сонастраиваемся с человеком и читаем поле. Хорошо, вопрос к тебе можно? А ты следующий вопрос, любимый, следующий вопрос. Следующий вопрос. Да, иначе вопросов много. Просто, мне кажется, понравится этот вопрос. Скажите, как сексуальная энергия влияет на карьерные достижения? И чем больше я хочу в жизни, тем больше нужно заниматься сексом? Смотрите, давайте проще. Значит, сексуальная энергия не равно секс. Сексуальная энергия равно жизненная энергия. Ну, вот это ближе и сравнимо. Сексуальную энергию можно генерировать благодаря удовольствию и сексуальному в том числе. Практики, которые повышают сексуальную энергию, возможность чувствовать вот это легкое возбуждение и жажду жить. Вот это и есть сексуальная энергия. Когда мы просыпаемся, у нас достаточные ресурсы. Я хочу идти туда, делать вот это. Сексуальная энергия, она называется сексуальной, потому что она находится внизу, на уровне сексуальных центров. Но сексуальная энергия не равно секс. Это важно понимать. Это желание проживать эту жизнь так, как я хочу, так, как я заслуживаю. И вот по поводу возможностей предыдущего вопроса, это тоже сюда вяжется. Воз можно. Воз можно. Разрешите себе жить свою жизнь, так как вы этого хотите. Для того, чтобы это сделать изнутри, как менять условия игры, находясь внутри игры, достаточно сложно. И внузии надо было обладать таким уровнем просветления. Но с другой стороны, когда тебе помогают и тебя ведут, в том числе поддержка и связи, о том, о чем говорила Анель, когда помогают и смотрят с тобой в одном направлении и разрешают. Разрешите себе жить. Следующий вопрос. Я предлагаю, один отвечает на один вопрос. Не надо это. Один более чем компетенцией, дать полноценный ответ, да, этого достаточно. Тогда сюда еще добавлю. Вспомните свой пубертат. Возраст, когда вы были подростком. Когда максимальное количество гормонов. Это сексуальная энергия. Я хочу идти туда, я хочу идти туда. У меня есть на это ресурс. Как, о чем говорят мужчины в фильме. Вот раньше, говорят, странно, мне там звонят, девчонки там есть на Борчуговке. Да, это через весь город, через там много, там, сколько-то часов туда ехать. Вау, да, конечно. Сейчас какие-то девчонки на каком-то другом отце города, как бы не хочу. Это возможность регулировать свою гормональную систему для того, чтобы она всегда была в ресурсе и в тонусе, если говорить проще. И это внутренний процесс, который запускается благодаря физическому действию и внутреннему посылу понимания, как работает наше тело. Это с помощью каких-то физических практик. Конечно. И они есть у вас на курсе. Вообще шикарно. Анаэль, вопрос к тебе. Да, у нас как раз там сексуальность, блок, он самый базовый стоит, распаковка физического тела. Конкретные методы практики, когда мы активируем через три ключа, открываем, то есть, чтобы тело само выбиралось из языков. Верно ли понимаю, это вопрос, Анаэль, к тебе, что с возрастом он точно вносит свои коррективы, может меняться предназначение, почему-то в кавычках. При этом, поменяв его, можно продолжать следовать своей дхарме. Ну, ты вроде как бы уже немножко включила. Здесь есть два очень важных аспекта, которые я бы разделила. Первый аспект – с возрастом. И вот это с возрастом, здесь, в этом пространстве матрицы, есть очень корневые внушения программ старения, разрушения, связанных с возрастом. Да, в этой программе их не будет, это совершенно другие дальние уровни. Но я сама проходила, и дальше мы ведем, отмена программ старения и болезней, связанных с возрастом. Это внушение. И как только у каждого они свои якоря, да, у кого-то 30, у кого-то 40, 45, 50. Ну, все, теперь я старая. И вот как только мы в это входим, мы запускаем неосознанно программы старения и разрушения. На самом деле клетки постоянно обновляются. И в течение семилетнего цикла происходит полное перерождение. Если на корневом уровне не запущены программы старения, вы не стареете. И, ну, мое физическое тело это подтверждает. Я последние 5 лет, я очень сильно молодею. Я на сегодняшний день, ну, мне 40 лет. Но и тело действительно обновляется и молодеет. Тут очень важно, там, да, программы старения и болезней, связанных с возрастом. Это матричное внушение, саморазрушение. Это важно отменять. И да, безусловно, на предназначении я они будут меняться. То есть я иду по пути своей дхармы. И на каждом уровне взросления, на каждом уровне сознания я буду раскрывать свой путь дхармы через разные предназначения. И проходя эти этапы, я буду эволюционировать, будет эволюционировать моя душа. То есть, да, оно постоянно будет меняться. Ну, как только мы вошли и соединились, да, вот этот путь дхармы, вот он корневой. Да, и идя по нему, мы будем совершать разные действия, безусловно. Пусть мудрость появляется. Отлично. Даниил, к тебе вопрос. Ну, он не конкретно к тебе адресован, но я тебя прошу. Да, 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 по вашему опыту, как вы считаете, есть ли какие-то универсальные принципы, которые помогут встать на свои собственные рельсы? Или это индивидуальный процесс и у каждого сработает в своем? Есть, конечно, индивидуальные принципы. То, вот, собственно, о чем мы говорили в вебинаре, вот внимательно послушайте. И просто там, по сути дела, все есть. Вопрос в том, что, имея эту информацию, как завтра поменяется ваша жизнь? То есть я за то, что я на путь своего выстраивания этой всей истории. Если у вас есть, мы бы говорили про ресурсы, это очень подходит. В каждой книге есть огромное количество ключей. Вопрос, мы их замечаем или не замечаем, мы интегрируем или не интегрируем. То есть, по сути дела, направление нашего внимания и действия. У меня мой процесс вот сейчас идет более 20 лет. И если вы хотите сделать это быстро, мы поможем. Если хотите это сделать, там, 20 лет, и я не знаю, сколько сотен, ну, наверное, десятков тысяч долларов, там, до сотен, может, не доходит, но это очень много денег, это огромное количество времени. И это действительно искренний интерес, чтобы вот каждое вот изучать, задавать вопросы, наверное, ответил. Да, я думаю, что в наше время, Анаэль так классно рассказала про время, когда, что оно все... Нет уже тех 20 лет, и вообще, что за эти 20 лет поменяется, вообще непонятно. Да, тут на следующий день непонятно, что поменяется, а 20 лет это очень... Ну, мы просто сейчас именно находимся в переходе. И каждый день, тут каждый день, каждая минута наши выборы, наши состояния направляют, по какому пути идет человечество. Пойдем ли мы, ну, условно, да, вот эта вся история, например, с военными действиями началась. Пойдет ли эта вся маха, картина в Третью мировую? Или это вот какой-то эпизод, да, и вот война развязалась, и вдруг все люди планеты Земля вдруг осознали, что все эти важные смыслы, и родился истинный глубинный мир внутри нас. И эта война, истина стала последней войной на планете Земля. Наконец-то прекратились войны, да, то есть это перекресток. Мы сейчас в перекрестке, откуда покатятся? Что, когда мы не проживаем корректно свою жизнь, у нас появляется избыточное количество энергии, и если... Агрессивный? Угу. Это перерастает в агрессию, потому что внутри есть конфликт, и этот конфликт должен как-то эту энергию... То есть если энергии уже сильно много, то, ну, как бы, как воздушный шарик, он просто лопнет, если его перекачать. Вот то же самое, энергии много реализации, сколько у людей на планете Земля. Да, вот они могут сказать, что я вот там, где я должен быть, я делаю то, что мне нравится, и вообще я счастлив, у меня как бы все хорошо. Избыточный потенциал нереализованный вылазит в виде подавленной скрытой агрессии не к кому-то конкретному, а к самому себе, но там уже по трансдаче попадает... Там установленная энергия любви, энергия радости, когда изначальная божественная природа каждого человека, каждого существа, это радоваться, это любить. И когда с самого раннего детства эта энергия останавливается, останавливается энергия гармоничной радости, она остановлена, потому что ни шуми, ни это, ни ту ребенка в рамочку упаковывали. И энергия, изначальная природа радости, она остановлена, она зажата, и она начинает протухать. Это как горный ручей, он течет, но ему поставили кордоны, ему поставили ограничения, вода остановила свое движение, и эта вода становится болотом, и в нем разводятся лягушки, пиявки и так далее, и тому подобное. То, что вот эта подавленная энергия агрессии и боли, это уже следствие, а изначально остановлена энергия радости. Знаете, что есть самое главное для себя, вот прям одна картинка у меня в голове осталась, что на пути вот этому духовному развитию, взрослению, можно брать рыбу, а можно получить удочку и на всю жизнь, ну как бы иметь инструмент, чтобы ловить эту самую рыбу. И мне кажется, вы как раз из тех людей, кто дает удочку, дает человеку руку помощи, протягивает, чтобы человек пришел на путь своей дхармы. Да, у меня даже какая картинка, мы так это за штанишки держим, когда человек закидывает удочку, чтобы его там зайти удочком, мы такие, это лучше безопасно было. То есть пространство безопасности мы создаем, потому что как только мы вступаем на путь практик, на путь серьезных практик, на путь энергопрактик, нам очень важна страховка, потому что это опасно. Без специальной подготовки, без специальных практик, ну собственно говоря, поэтому кундалини у нас у всех и не стреляет просто так. Потому что сколько было случаев обнаружения людей с выжженным позвоночником, людей, у которых сместилась точка сборки, людей, которые потерялись, людей, которые раскрыли свое состояние сознания, а назад свою матрицу не собрали. Поэтому это мягко, нужно идти, нужно очень, ну, с, как это, с подстраховкой, ну в общем соблюдать меры предосторожности и безопасности. Ну чтобы вы понимали, во-первых, что это первая ступень, первая ступень базовая, то есть это основа, без которой дальше идти нет смысла, потому что базовые вещи, они не отстроены. И второе это... Ну дальше идти некуда, потому что если вы на Адхарме, куда вы идете? Да. И второе это передать состояние и показать короткую дорогу и провести. То есть мы не сделаем это за вас. Программа выстроена таким образом, что вы получаете самостройку, получаете знания, и дальше вы идете интегрировать это в свою жизнь. С поддержкой чата, с поддержкой группы. Любимые, мы опять на 2 часа. Хорошо, а поддержка чата, то есть как-то вам, ваши ученики дают обратную связь, вы их корректируете, да? То есть это как домашнее задание? Конечно, у каждого, это мы возвращаемся к тому, что каждый по своей сути индивидуален. Когда... А, простите. Каждый по своей сути. Там разные пакеты же, по-моему, есть, да. Да, да, об этом у нас написано на сайте, и будет все зависеть от того, на какую глубину вы готовы зайти, какой у вас запрос. Я так понимаю, что чем глубже нужно провести, тем больше включено в пакет, тем больше, конечно же, стоимость, но и отдача больше. Для тех, кто уже что-то практиковал, и для кого нужно совместить, возможно, эти три плана, да? Да, я просто хочу, стой, я хочу просто вот по поводу чата. У нас есть, мы первое, что делаем, это работаем с энергией. Где брать энергию, как работает наше тело, как его сонастроить, для того, чтобы у нас энергии хватало. Блок сексуальности. Вы на это инвестируете свое время. Без вас это никто не сделает. То есть это определенный процесс, который помогает вам идти в определенном направлении. Помимо того, тут идет корректировка состояния сознания. Потому что если вы находитесь в какой-то точке вашей жизни, и вы понимаете, что то, что вас окружает, это не то, что вы на самом деле хотите, энергии недостаточно. Вот тут надо перестроить, очистить и, как это, перезаложить смыслы. Перезаложить смыслы и перепрошить. Для того, чтобы у нас была возможность выбирать свои мысли, выбирать свои эмоции, выбирать свои состояния. То есть когда у нас есть энергия, потому что если сюда дать энергию, а принцип мышления останется тот же, будет то же, что было с возбужденным шариком, просто человек занимается саморазрушением, и это самое худшее, что может быть. Дальше. У нас есть связи. Вот как раз чат, это есть наши связи. Это наш круг окружения, который идет в том же направлении и помогает. Мы мотивируемся. Помимо того, что мы проходим сами свои процессы, делимся этими процессами. У меня вот так. Каждый из нас очень индивидуальный человек, и у каждого процессы происходят по-своему. И тут есть возможность, когда поддерживают, мотивируют, направляют. То есть это как раз такие связи, у которых фокус внимания направлен. Я действительно готов поменять свою жизнь, я иду этим путем. И дальше у вас появляются те ресурсы, благодаря выстроенным вот этим вот вещам, у вас появляется возможность идти дальше. Если раньше деньги надо было добыть, то сейчас деньги можно создать. И вот выстроив вот эти вот вещи, у вас естественным образом появляется возможность создавать. Когда вы делаете то, что вам нравится, и у вас есть достаточной энергии и окружения, безусловно, вы идете в нужном направлении, и у вас к этому придут ресурсы. Вот еще момент про связи. Ведь те люди, которые с вами в одной группе, они, я знаю, что есть такие случаи, когда они становятся настоящими друзьями. И люди после обучения вот таким образом образуют свою собственную стаю. Если, например, в обычной, в реальной жизни у них нет таких людей поблизости. Да, у меня самые-самые близкие люди, которых я как раз нашла в своей жизни, которые мне очень родные души. Это люди, с которыми я познакомилась на семинарах, на ретритах. Те люди, кто с тобой в одну сторону, да, смотрят, идут. Да, вот мы уже много лет на пути, а это тоже уже большие мастера, очень известные люди. И мы вместе когда-то еще со времен Гуа, Индии движемся в одном направлении, потому что нас изначально, наш глубинный смысл, который наш соединил, это тоска души по дому, я хочу домой, 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 в изначальное измерение, я хочу вернуться домой. И вот с такими душами я соединилась, и мы движемся, помогаем друг другу. Мало того, вы не тешьте себя иллюзией, что когда вы вот это вот все выстроите, то есть ваше окружение, оно будет трансформироваться, оно выйдет на другой уровень. Если все вокруг жалуются на жизни о том, что все плохо, то меняя способ мышления и стиль мышления, вы будете стремиться к тому, чтобы вас окружили те люди, которые говорили и действовали, как это создать. То есть если я хочу, можно остановить все то, что происходит в мире? Можно, через любовь, но если все или хотя бы большая часть населения выберет любовь, но сейчас мы видим, что они выбирают другое. И благодаря тому, что идет трансформация внутри, меняются те люди, которые находятся у вас рядом. Просто вот они смотрят, тут мы пообщаемся, и тут боль, страдания и какие-то еще вещи, а тут как-то по-другому, а я хочу туда. И вот вы будете создавать, уже начнете создавать свое окружение, которое будет выше. У нас есть еще вопрос. Нам нужно, ну, как бы уже два часа. Мы два часа в эфире. Пора уже практику делать, но перед этим давайте я все-таки подытожу по поводу курса. А я пока сделаю настройку себя на практику. Хорошо. Мы сегодня достаточно много вам рассказали про то, каким образом понять, что же внутри тебя запаковано, каким образом можно как-то себя типировать, да, нужно ли это делать, или нужно смотреть внутрь себя. Все мы это сегодня подняли. И если вы чувствуете, что у вас появился отклик, если это действительно та точка, в которой вы понимаете, что по-старому не работает, а по-новому пока непонятно как, или понятно как, но не хватает собственных сил, не хватает окружения, я предлагаю вам зайти на сайт курса «Раскрытие потенциала» и посмотреть, каким образом наши мастера Данил и Анаэль передают, раскрывают вот эту тему. Курс абсолютно практический. Сейчас мы достаточно много вам рассказываем теории для того, чтобы немножечко запустить вот это понимание того, как можно по-другому. Курс же в большей степени настроен на то, чтобы вы проживали это самостоятельно, в группе, и через внутреннюю правду увидели свои результаты. Курс интегральный. Собраны знания из разных областей и техники из разных областей, и можно сказать, что это уникальный курс, это не какая-то одна тема. Вы видели, что берутся разные области человеческой жизни, происходит трансформация сразу по всем фронтам, и вы получаете тот самый квантовый скачок, про который Анаэль сегодня говорила, в сознании. Ну и вся ваша жизнь, в общем-то, можно сказать, получает такое ускорение, вы выходите на новый уровень. Если вы поняли, что вам хочется пройти эти перемены быстро и максимально эффективно, заглядывайте на сайт, оставляйте свою заявку. Три дня действует скидка 30% до конца 2 апреля. Если вы фиксируете свое участие в проекте, но пока не можете оплатить всю стоимость, вносите 2000 рублей, и эта скидка будет зафиксирована, и будет возможность оплатить свое участие до 15 апреля. Старт у нас 20 апреля. А также тем, кто сегодня вносит частичную или полную оплату, открывается подарочный курс. Можно прямо сейчас начинать с своей трансформации. Это курс Анаэль про сакральную женственность. Также вы можете посмотреть, у курса тоже есть свой сайт, можете посмотреть, что там внутри. Это 4 урока. И это будет хорошим вложением в себя. Там как раз про то, как запустить вот эту энергию и так далее. Смотрите наши сайты, обращайтесь к нашим менеджерам, пожалуйста, оставляйте свои заявки. Курс будет длиться 3 недели. И этого времени вполне достаточно для того, чтобы достаточно глубоко зайти в процесс, но в то же время не успеть устать, и уже поскорее внедрять все свои открытия в жизнь. Сейчас, я думаю, что мы уже готовы к проведению практики. Я хочу сказать, что вас можно. Разрешите себе новую жизнь, разрешите себе новые состояния. Это не страшно. Это наоборот, когда вы... Важно понимать, что мы боимся чего-то нового. Основной момент, что когда мы идем правильной дорогой, нам встречаются правильные люди, у нас есть силы идти, это удовольствие. Да? Прошу. Что у нас сегодня за практика? Она называется «Матрешка». Достаточно интересно, что это? Кто ее придумал? Ваша она, не ваша? Это практика из... Это одна из... Я очень много читаю книг, очень много обучаюсь и собираю вот прям жемчужинки, жемчужинки, но именно поэтому я и являюсь интегральным мастером. И это замечательная книга, я очень ее, конечно, всем рекомендую. Она называется «Покаяние». И очень интересно пишется, то есть, чтобы визуально, да, увидеть. «Покаяние», да, какое интересное. Это Дмитрий Троцкий. И практика «Матрешка», собственно говоря, он хироман, ну, вы это почитаете, ну, вот именно «Покаяние», «Как начинать возвращать себе себя». И, да, у нас много уровней, мы состоим из много уровней. И почему «Матрешка»? То есть я, когда я запустила эту практику, у меня очень большие процессы пошли, и она настолько чудесная, эта методика, техника. Дмитрий, ну, маловероятно, что ты это увидишь, или если ты увидишь, в любом случае, великая благодарность, огромнейшая благодарность этому чудеснейшему мужчине планеты Земля за его исследование, за его вклад в развитие человечества. Потому что это действительно огромнейший вклад, который он вложил. И мы не будем изобретать велосипед, мы берем этот ценнейший дар, который он создал, многолетнюю его работу, и вот передаем, и уже двигаемся дальше. И методика, она основана на том, что если нам сегодня не хватает себе себя, я сегодня не я, то значит, на каждом уровне своего развития я предал себя, я отказался от себя, я не взял себя. Из чего состою я? Мне как интегральному тоже мастеру, это невероятно глубокий подход, вот что такое я? Вот это я. Вот просто внутри себя, если заклинуть, я. Что такое я? Где живет это я? Осознать вот это я. И с чего состоит это я? Семья. Что такое семь? Это чуть-чуть мое уже сейчас отвлечение, но чтобы мы глубже понимали, что я это многосоставная конструкция. Мама, папа, бабушка, дедушка, бабушка, дедушка, мы гибриды. Вот оно я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, я. Мы гибриды. Мы не то, что мы новое появилось, да, мы вышли, вот семь, и вот это я, оно прежде всего живет в теле. Вот она первая наша оболочка. Тело. Тело. Я живу в теле. И здесь я хочу привести высказывание Даниэля Атье из книги «Тантрический квест». Очень глубокое, одно из самых глубочайших, что я нашла. Когда мы полностью утратим любые представления о нечистоте тела, в нем поселяется блаженство. Благо, блаженство. Так вот, тело, начать с того уровня, я в теле, насколько я вообще принимаю это тело, или я оскверняю это тело, или что-то в моем теле священное, то, что мне нравится, а есть то, что мне не нравится, и не священное, то, что грязное. То есть все тело божественное, чтобы принять все тело. И начинается как раз покаяние. Мы начинаем с самого первого уровня. Мы каемся, мы просим прощения. И мы действительно раскаиваемся во всех своих преступлениях. И первый уровень – это преступление против своего тела. Где я предавала свое тело, где я ненавидела свое тело, где я осуждаю свое тело, где я не люблю свое тело, где я занимаюсь самобичеванием своего тела, где я нарушаю инструкцию эксплуатации к своему телу. Здесь можно сделать отсылку к институции тела по Урведе, как самое точное описание того, чтобы понять вообще, как мое тело кормить, как ухаживать за своим телом. Потому что как только мы соблюдаем инструкцию по применению к моему телу, оно перестает болеть. Когда-то моя аптечка содержала огромное количество медикаментов. сегодня моя аптечка, ну ее нет. Я перестала болеть, я перестала ходить к врачам, потому что я соблюдаю инструкцию к своему телу, и оно в здравии. Так вот, первый уровень – это тело. я рекомендую вам сделать эту, это не та практика, ну то есть я вам сейчас даю методологию, и чтобы глубоко это остаться один на один. Это не так, что я за вас делаю эту практику, я за вас стану на колени перед своим телом и буду просить прощения. Я не сделаю это за вас. И каждый этот слой – это отдельный этап, но это то, с чего начать. И вот сейчас, взяв эту методологию, может быть, сразу после эфира, я рекомендую практику это делать с открытым телом, обнаженное тело. То, как оно создано природой, то, как оно создано Богом. Перед зеркалом посмотреть себе в глаза. Здравствуй, тело, это я. Я люблю тебя. Прости меня, пожалуйста. Когда вы придавали сигналы своего тела, вспомните свои преступления против тела и покайтесь. Очистите свое тело от своего же загрязнения. Оно не грязное в своей изначальной природе. Оно осквернено умышленно, чтобы вы в это поверили, чтобы вы не воплотились в теле, воплоти, чтобы вы не вошли в свое тело целиком. Как я не вошла в свое тело целиком, когда родилась. Как только я родилась, мое тело оказалось в холоде, его запеленали. И я обнаружила это уже в Индии, что некоторые пальцы на своей левой ноге, я их не чувствую. Я их касаюсь, я чувствую, что я их касаюсь. Но там нет чувственности, как при определенной позиции, сидя, у меня правая нога всегда немела. Я уже обнаружила, что у меня немела нога. мне больно. Я причиняю боль своему телу. Когда вы причиняете боль своему телу, тело закрывается. Жить так, чтобы причинять боль своего тела, это совершать преступление против своего тела. Кормить свое тело несъедобным. Это преступление против своего тела. Это первая оболочка. Вторая оболочка, то, кто дал нам это тело. Приняли ли мы свое тело, свою жизнь в благодарности, в любви? Это мама. Это родители. Сколько раз за свою жизнь вы судили своих родителей? И сколько раз за свою жизнь вы сказали, я так благодарю тебя за жизнь, я так благодарю за те ночи, которые ты не спала, за то, что ты меня вынашивала в своем теле, за то, что ты поделилась своим телом и позволила мне войти в твое тело. Ты подвинула свою печень, подвинула свои почки. Ты размещалась, когда ходила беременная, так, чтобы мне внутри было удобно. Ты раскрыла свои врата жизни, чтобы я прошел в эту жизнь. Ты проживала боль. Ты шла через болезненную трансформацию, чтобы дать мне жизнь. Насколько вы приняли эту жизнь? Покаяться перед родителями, принять у них, как священный дар. Как мы можем раскрывать потенциал своей жизни, если мы жизнь, как дар еще не приняли? Мы что-то приняли от них, но мы не поняли, нам это нравится, не нравится, нам это ценно или не ценно. Мы вообще, как вообще мы с тем? То есть, вот здесь вернуться, когда у нас, мы так сильно застряли в этих конструкциях, меня недолюбили в детстве, мне там что-то не дали, меня там где-то не поняли, мы так, ой, у меня детская травма, мою сестру любили больше, чем меня. Это все опять-таки вирусные программы, матрицы, которые не позволяют нам принять свою жизнь как драгоценность, как дар, где мы можем на коленях, мама, папа, ты большой, я маленький, и я от тебя, по роду, как мы идем, возвращаемся, вот именно я вот, мама, папа, бабушки, дедушки, тот, кто стоят у меня за спиной, и я вот эту ценность жизни у них передаю как сокровище, тем более, если ваше тело здорово, тем более, да, и не важно, что они вам не додали, вы оцените по достоинству, то, что вам дали, не надо никого судить, не надо, как много историй, когда женщина, ой, моя мама, мне прям стыдно за свою маму, что она делает, она отсекает в себе источник женственности, потому что на глубинном подсознательном уровне я, это мама, я такая, как мама, но я, ой, у меня такая мама, ну, соответственно, я никогда не улучшу себя, потому что для начала нужно принять маму внутри себя, что я буду улучшать, если это не принято, вернуть долги, то, что в нас вложили, то, что ты сейчас то, какой ты есть, в это вложено невероятное количество ресурсов, невероятное количество всех ресурсов, времени, денег, дети, это такое дорогое удовольствие, это очень дорогое удовольствие, невероятно дорогое развлечение, денег, времени, энергия, в то, чтобы взрастить, создать твое тело, взрастить твое тело, вот, я уверяю, что каждая мама и папа дали все, что они могли быть, вот, все, что могли, все отдали, то, что там тебе что-то недостаточно, это снова ценность, возвращение к ценности, возврат ценности, возьмите ценность и сделайте возврат ценности, то, что вы сейчас сможете, только потом мы можем что-то улучшать, декорировать, развивать, следующий, можно я, типа, прошу чуть-чуть быстрее схему нарисовать, я думаю, что, ну, это просто на целый еще отдельный эфир, пока мы все это разберем, а время смотри, у нас просто уже пикают микрофоны, на самом деле, давайте, знаете, как сделаем, ну, во-первых, отсылка, да, книги покаяния Дмитрий Троцкий, саму картинку матрешки, из чего вот оно состоит, ну, мы можем разместить там под этим видео, либо, опять-таки, она есть в открытых источниках, а можно поговорить? Да, давайте я проговорю, то есть, смотрите, прям по-быстрому сейчас пойду, потому что, действительно, это можно здесь долго, первый слой, это тело, мама, папа, дальше социум, садики, представьте, вот эти воспитательницы, вот мы всех их поблагодарили, или что, или мы только поклепы на этот детский сад с утра до вечера своему психологу рассказываем, то есть, нас вырастило социум, он нас вырастил, он нас вложил, и вот пока мы им долг не вернем, мы дальше не поедем, вернуть долг на социальном уровне, принять ценность, благодарность, и не просто там я вас благодарю, посмотрите, как вы можете отблагодарить, внесите свою ценность в этот вклад, внесите улучшения, верните долги, вы пока долги не вернули, вы в плюс не пойдете, поэтому весь энергопотенциал, который мы будем поднимать, как с финансами, у вас на счет денежка капает, но пока вы кредит не выплатите, у вас в плюс не пойдет, так у вас кредиты, дальше включаемся, дальше мы переходим уже на взрослый уровень, я мужчина, я женщина, вот здесь принять свою природу, перестать пытаться играть другие роли, да, почему-то не в теле, тело же у нас основное, значит, тело, как воплощенность в теле, как присутствие тела, мы уже следующим слоем развиваем, уже гендерность, это уже следующим слоем, потому что, ну если мы тело не надели, то про выстраивание гендерности мы уже не говорим, не, а просто о том, что тело, оно изначально уже гендерное имеет, принадлежит, следующий уровень, как, ну здесь опять так, тоже прослеживается и пирамида Маслоу, да, мы возвращаем, развиваем, я не столб, который прикован к этой же земле и не тот, кто является собственностью какого-то государства по паспорту обладания, да, я не раб, я человек, планета, земля, это сейчас квантовая, да, трансформация, и дальше мы уже выходим вот здесь, когда мы уже вышли сюда, мы уже дальше выходим в творение, в просветление, пробуждение себя, вот здесь уже пробуждение начинается, ошибка считает, что я могу пробудиться, если я не прохожу все предыдущие стадии, да, ну то есть если я не в теле, то где я буду пробуждаться, да, если я не в теле, я не живу свою жизнь, то опять таки, кто где будет пробуждаться, и когда мы вот эти уровни возвращаем долги, мы тогда уже выходим в духотворение, я бы сказал больше это сонастройка себя с собой, принятие ценностей за свою жизнь, за свои ресурсы, и хватит жаловаться на то, что чего-то не хватает, и кто-то гонова. У меня очень сильно всплыл пробел вот именно на социальных институтах, что действительно я взяла, очень много взяла, но я не поблагодарила, я не вернула, и у меня здесь огромный долг, когда я вот проходила по этой методике, действительно, вот здесь у меня оказался очень большой долг, который висит, и начав его возвращать, уже пошло, мы пошли дальше двигаться. Практика мощная, а по времени сколько она занимает? И неделя, и месяц, и год, сколько это может занять? Ну, у каждого наш свой ритм и темп, ну, то есть, если вы сейчас, ну, опять-таки, чем, что замедляет нас на пути, на пути нас замедляет наше сопротивление, то есть, если нет сопротивления, если вы тотально пошли в практику, можно идти прямо вот по книге, да, слой за слоем, и делать покаяние после каждого уровня, на каждом слое, и здесь у каждого, у кого-то какие-то слои быстрее пройдут, у кого-то более медленно, у кого-то одни застревания, у кого-то другие застревания, но если вы начнете вот в ближайшее время, к началу программы, вы точно все долги вернете, всех отблагодарите, всех простите, жизнь как ценность себе возьмете, и тогда мы можем вас уже ставить на точку вашей дхармы, да, уже придет, ну понимаете, да, уже придет такое целостное существо, за которым долгов уже нету, то есть это очень сильно ускорит ваш процесс, то есть это пройти вот эту технику с Дмитрием Троцким по его книге, это сильно-сильно сделать большую инвестицию в то, чтобы вот уже мы стартанули уже совершенно другим, то есть оно только начинаешь делать, а оно работает, да, когда, как в теле, когда действительно человек готов отпустить, он осознал свой блок, и уже убрали ментальную установку, которую держало, начинаешь работать с телом, а оно прям поплыло, оно прям поехало, а когда ментальная установка, или это кармический может какой-то узел, вот есть телеблок, и его хоть так разминать, хоть так разминать, хоть вот так, а оно не поддается. И основная, основная, как это, основной, один из основных инструментов того, что достижение результата, раскрытие потенциала, это тотальность. ну вот простая практика для нашего нога. Да, я сейчас себя прощу, вот прям всех сразу прощаю, и вообще прям все прекрасно, в Бога прощаю, в жизнь прощаю. Тотальность, тотальность в каждом процессе проживания своей жизни, тантрический метод, что если мы живем, мы тотально находимся в этом моменте, присутствии, в общении, в нашем внимании, и если вы действительно хотите достичь результатов, пойти и сделать эту практику по-настоящему. Чтобы увидеть все, что всплывало, да? Ну, просто мы не будем уже, все-таки, мы когда проводили то же исследование, да, мы говорили о том, что это все-таки уже, прости, пожалуйста, ну, то есть, мы понимаем, что пока у нас с родителями уровень не отработан, пока мы с мамой и папой не помирились, не выстроили здесь отношения, никуда вы дальше не поедете, ну, нет, поэтому все-таки, чтобы действительно у вас были высокие результаты на этой программе, базовые вещи уже должны быть сделаны, ну, уже сколько лет с ними работаем, да, и эта техника, она действительно очень глубокая, эффективная, ну, вот максимально сразу вот все слои. Друзья, вам очень повезло, на самом деле, мастера очень очень щедро поделились практикой, мне кажется, в первый раз за все то время, пока я веду эфиры, когда практика такая многодневная, многоуровневая и абсолютно доступная, тут нет ничего такого сверхъестественного, кроме того, что надо пойти туда целостно. и более того, эта книга сейчас, если вы хотите бумажную, пожалуйста, она есть бумажная, есть аудиоформат, есть электронный формат, то есть она очень доступна, она, вот я ее просто на одном дыхании, вот я прямо вобрала в себя. Я предлагаю тебе завести рубрику «Анаэль рекомендует» и делиться... В инстаграме у меня есть... Анаэль Самаш, чудесный мужчина, как ты вообще все это создал, написал, да, вот это вот из последних тантрических квест Даниэля Дье, Даниэля Дье, я тебя просто обожаю, и Вадима Демченко обожаю, который ее озвучил, и вообще много книг я через Вадима для себя нашла, то есть у меня есть эта рубрика книги, у меня в инстаграме. Супер, ребят, подписывайтесь, заходите, смотрите, мне кажется, это очень важно, когда вы смотрите, кто есть мастера, те, которые вам откликаются в жизни, чем они себя подпитывают, чем они живут, собственно, что отчасти они будут передавать вам. Я думаю, что времени у нас совсем не осталось, поэтому... Еще вчера. Я вас благодарю за практику, за весь тот интересный, объемный очень разговор, который вы сегодня... Вы отвечали на мои вопросы, и мне кажется, я ушла абсолютно удовлетворенной. Моя головушка полна всяким, чем можно обдумать еще. Друзья, я вас благодарю за то, что писали нам вопросы, за то, что смотрели, я надеюсь, досмотрели до конца. Я буду очень-очень благодарна тем, кто просмотрел весь вебинар, напишите, что мне было так интересно, я досмотрел до конца, чтобы мы вообще... Да, вот вы есть такие, пожалуйста, это очень ценно. и хочу анонсировать следующую встречу с мастерами, это будет 4 апреля, очень интересная тема квантовая психология, вообще не представляю, о чем, это мне дико интересно, если вдруг они позовут меня вести эфир, я буду рада, теперь для себя открою новую отрасль знания. Это по Стивен Валинский, если вы знакомы, если о вас это имя что-то говорит, патриарх, не знаю, Не надо спойлеров, пусть все приходят и смотрят эфир. Все, друзья, завершаем, благодарю всех вас, благодарю вас, Анна Эль, для нее. Благодарим. Присоединяйтесь к курсу, заходите на сайты, welcome. Всем счастливой, радостной жизни. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok